Так, ну что, поехали, ребятушки. Давайте начнем с очень простого. В принципе, мы пройдемся по тому, что нас ждет вообще на этом мажоре. Что там будет, кто там будет и так далее. В принципе, можем обсудить, кого не хватает. Я думаю, что этот вопрос будет не очень долгим. Вот он состав команд, в принципе, который будет на этом мейджоре. Как и обычно, в принципе, тут ничего такого новенького. 18 коллективов. 18 же? Да, 18 коллективов. Я что-то... Я такой 18. Потом смотрю на таблицу, такой, как-то не делится ровно на 18, но не суть. Вот. Кто... Кого не хватает? Кого не хватает? Наверное, не хватает здесь достаточно сильно такой команды, как Na'Vi. Наверное, здесь не хватает такой команды, как Thunder Predator. И, наверное, здесь не хватает... Так глобально, если, да, задуматься, подумать, обсудить и так далее. Наверное, здесь не хватает, ну, чуть-чуть юго-восточно-азиатских команд, условных фнатиков, да, хотя они провалили последний мейджор. И не хватает... Кого у нас? Elephant. Elephant. Вот мне кажется, этих команд немножко не хватает. Чё вы там ржёте? Ну, чё вы ржёте-то над Na'Vi? Ну, чё вы ржёте над Na'Vi? Успеете поржать на других стримах? Ну, реально же не хватает их здесь. Ну, реально ждали, хайпили, думали, что после перехода Рамзеса в команду станет лучше. Стало не лучше. Сейчас будет ещё, да, у нас раунд замен, так сказать, в организации. Ну, было уже, да, в Na'Vi, поэтому... По составам вы всё видите у себя на экранах. Что стоит отметить, да? Чё кто не добрался-то, собственно? У нас будет... У нас будет замена в Gambit и у нас будет замена в IG. Это две команды, у которых какие-либо замены в принципе были на этом турнире, что здорово. Мне кажется, в реалиях пандемии это в целом, ну, не супермного. Уже каких-то прям вот, да, проблемных замен или чё-то в этом роде. Неудачная очень ситуация произошла с Оли, потому что Оли просто не выпустили из страны, несмотря на то, что он сдавал там три коронавирусных теста. Два из них оказались отрицательными, один положительный. По законам своей страны он не может выезжать. Очень строгие правила в Юго-Восточной Азии, ну, в многих странах Азии, в принципе, сейчас. Более строгие, чем у нас, поэтому у нас-то и в принципе, да, вот, ну, реальность такова. Мы вот с кем-то разговаривали, кто-то рассказывал, что сейчас туристические фирмы тебе предлагают, по сути, они предлагают тебе купить у них тесты. То есть, типа, ну, у нас не может при желании человека поехать, не выпустить его никто, поэтому как-то оно вот так вот. Почему Na'Vi не хватает? Вот лично не думал, что станет лучше с Рамзесом и не было желания видеть их на мажоре. Ну, это твое желание, твое убеждение, но, по идее, просто они очень уверенно прошли первый сезон ДПС, не было ощущения, что, особенно учитывая то, что они на старте сезона обыграют Гамбит, что потом будут такие поражения, особенно поражения от Пакчем, поэтому, ну, не знаю. Я, в общем, был немного удивлен этому факту. То есть, у нас есть три замены всего на турнире. Очевидно, это замены в Гамбит, где ушли два игрока, Лоренов и БЗЗ. Кто не смотрел интервью, кстати, с Эмершином, ребят, рекомендую, на канале Майнкаста оно уже вышло. Там Эмершин рассказывал о том, что они в целом зарядились больше от этих замен, чем они расстроились, они не в тильте. Понятное дело, что при этом никто не будет верить в Гамбит, да, надо понимать хорошо, что уверенность команды в себе и уверенность окружающих в этой команде — это абсолютно две разные вещи. Это нормально. Гамбиты здорово, молодцы, что не тильтуют и приехали сюда не посидеть, скажем так, почилить. Вот. Но, естественно, в них никто не будет верить, их все будут ставить на последнее место на всем турнире, на вайлдкарде. Если отожмут больше одной карты, я думаю, это будет прям... Прям будет событие довольно серьезное. Поэтому как-то вот так вот. Хвалили ребята... Все в Гамбитах хвалили Лоренов, говорили, что он покажет, у него потенциал большой есть. Говорят, что пока что он... Пока Нуану уступает, ну а там посмотрим. Нуан, естественно, да, и Санэйч отправились играть в Na'Vi. Не все верят в этот состав Na'Vi. Я, например, не особо верю в этот состав Na'Vi. То есть я думаю, что у них неплохие шансы пройти квала в СНГ, но на Инте показать себя будет очень сложно, как мне кажется сейчас. Но это вопрос, да, для дальнейшего плюс-минус обсуждения. Да, формат вы, если вдруг не знаете, я вам его расскажу. У нас в Wildcard будет, да, шесть команд. Это две команды из Китая, две команды из Европы, одна команда из СНГ, одна команда из Юго-Восточной Азии. Две команды. По сравнению с прошлым мейджером формат немножко поменялся, потому что на прошлом мейджере не доехали две команды. И теперь только два коллектива пройдут. То есть у Гамбит такая еще и стадия, что если бы, допустим, там, немножко был бы другой состав, или из этих шести команд проходило бы четыре, можно было бы попробовать зацепиться, да, но когда у тебя IG, Nigma, Secret, Vich, блин, Execration неплохие, и тебе нужно быть в топ-2 в этом составе, я не знаю, я не уверен, что, например, там, условные спириты или VP прям были бы фаворитом в этом групповом этапе, да. Ну, мне кажется, вполне вероятно, что не были бы, даже VP. Хотя я вот сегодня открывал на Вулкане, проверял котировки, и по версии Вулкана у VP одни из самых больших шансов вообще на чемпионство на этом мейджере. Ну, там, по прогнозам стартовым, VP, LGD, там, 5.5, 5.3, то есть нет каких-то суперфаворитов, потому что Сикреты подсдулись, да, как фавориты, потому что раньше на Сикреты давали, там, чуть ли не 4-5. Это что, группа Гамбитов на World's? Ну, это группа Гамбитов на Вайлдкарде на мажоре, и многие вот критикуют этот формат мейджеров. Вот, да, что дальше, ребят? Дальше две команды проходят в групповой этап. В групповом этапе все вторые седы находятся, играют сингл-раунд-робин, Бо-2. Соответственно, да, кто там у нас, кто там у нас есть в этом групповом этапе? У нас есть Тандер, ТНС-Предатор, не Тандер-Предатор, ТНС-Предатор, которые представляют Юго-Восточную Азию, неплохая команда, Тим Ликвид с Сумаилом, мне говорили Спириты, что вот мы были когда на турнире, они говорили, что в данный момент времени Ликвиды самые жесткие в скримах, которые есть. Что, типа, Сумаил эту команду залевелапил до очень высокого уровня. Бесткосты там, которых мы не видели на первом мейджоре, и в Лджиниусе, которые мы не видели в групповом этапе, мы видели просто их хороший ран по плей-офф, и потом они сдулись в гранд-финале, да. Мы увидим Тим Спирит, которых мы не видели на первом мейджоре, и Лджи, которые первый мейджор провели в групповом этапе. Но потом, конечно, ну, в смысле в Айлдкарде, потом, конечно, там у них разгон пошел лютейший, и они, по-моему, играли формальный матч с этими, с Тандерами. Там был Текис, и, в общем, Лджи тогда тот матч проиграли, но они троллили его, откровенно говоря. Они могли в группе занимать потенциально первое место вполне спокойно, как мне кажется. Не факт, что они бы обыграли в тот момент Тандер-Предатор, играя тогда, но тем не менее. Да, ну и, конечно, в плей-офф у нас уже ждут, всех их ждут Астеры из Китая, которые все-таки умудрились, да, два супер-успешных сезона внутри Китая провести. И вообще удивительно, что в Китае в итоге не поменялся этот топ. То есть те же самые топ-4 команды приехали на этот мейджор в другом расположении, но тем не менее приехали, да. ВП, которые опять здесь же. То есть, по сути, у нас сюда вернулись, в этот этап, у нас вернулись ВП, правильно? И на прошлом мажоре же у нас были от Китая... Кто у нас был от Китая в прошлом году? В прошлом мажоре я что-то подзавтыкал сразу в плей-офф. В плей-офф были, по-моему, тогда Ай-Джи, да, а не Астер. Поэтому ВП единственная команда, которая два раза подряд прошла с первого седа из своего региона. Ну и Альянс от Европы, естественно, на Упинге. Поэтому как бы в плей-офф только ВП набрали больше всех очков вообще, да, там занимая первые места у себя в регионе, отобрались на Инт уже и так далее. Мы сейчас... Ребят, я хотел поднять такую интересную тему, перед тем, как мы приступим к обсуждению там DPC очков, призовых и так далее. Это список всех мажоров в истории. И у меня есть специальный гость сегодня, который может очень круто и интересно, как мне кажется, по крайней мере, рассказать про первые мейджоры в истории Доты. Что на них было вообще и как. Вот они все, да, мажоры, которые были. Те самые легендарные пять мажоров с призовым по три ляма. Один единственный супер мейджор с призовым полтора ляма. Все остальные были по миллиону. Ну и вот эти уже в этом году призовые по 500 тысяч. Да, ну и к нам присоединится сейчас господин Фобос. Сейчас я его быстренько к нам перетяну, который нам порассказывает про те мажоры. Ну и чуть-чуть обсудим, конечно, мету и вообще, что будет на этом мажоре проходить. Фобос, ты меня слышишь? Здравствуй. Алло, алло, привет. Привет, привет. Слушай, я хотел... Я на стриме тут сейчас покажу. Такое у вас на Франкфурте был такой состав. Вы все такие прям еще... Вы все такие другие относительно того, как вы сейчас выглядите. Мы тут обсуждаем старые мажоры. Как вообще у тебя дела? Расскажи, пожалуйста. Да, отлично. Отлично. Куча дел, куча работы, куча проектов. Насколько я помню, кстати, на том Франкфурте еще, может быть, таким пухляшом был. Хотя, может быть, уже и нет. Ты был там слегка пухляшом. FNG там все еще был лохматым до невозможности. Год, мне кажется, был еще так... Знаешь, это еще был в статусе все-таки звезды, а не капитана. Ну и Иллидан тогда еще был дотером все-таки, а не профессиональным апексером. Расскажи, пожалуйста, как вообще для вас в те времена... Просто я те мажоры вообще не застал, только отдаленно их слышал. Тот хайп понять было крайне сложно. Как вообще первые мейджоры в истории выглядели для вас, как этот призовой там в 3 миллиона просто ни с того ни с сего для турнира? Как вообще тогда все было? Да, вот, знаешь, вот в то время мы как-то это не воспринимали так, как сейчас, поскольку там регионы как-то играли между собой все время. То есть был какой-то турнир, и там не было такого, что мы там рубимся чисто в СНГ, или там чисто в Америке, или там чисто в Китае. Не было вот этой замкнутости, которая есть сейчас уже года два. И, соответственно, все время была возможность играть, ну, с разными людьми, с разными командами. Было гораздо интереснее, реально. Потому что я как раз с другой стороны и застал тот период, когда ты играешь все время только с СНГ. Там с одной и той же командой ты мог встретиться там за месяц 5 раз, или там 4 раза. Раньше такого не было. И, соответственно, турниры проводились, получается, в разных уголках мира постоянно. То есть у нас, допустим, мог быть месяц, где мы там два раза поедем в Китай, и два раза поедем в Америку. То есть их реально было обилие, с одной стороны. Разнообразие было. При этом тогда еще были, ну, не компендиумы, да. Тогда, получается, каждый турнир, типа, мог выпускать под себя свои сундучки. Получается, выгодно было проводить турниры, потому что организатор закидывал там 50 тысяч призовой фонд. Люди донатили, и призовой фонд вырастал там до 250 тысяч. И, соответственно, тогда экономика позволяла и турниры проводить на вот эти вот там 2-3 миллиона, как ты говоришь, мажоры, да. И это как-то было не больно, скажем так. И очень много разных турниров было. То есть это было выгодно. Сейчас, я не знаю, почему. Вот пришли к такой системе. На мой взгляд, она все-таки по всем фронтам проигрывает. Предыдущий. Трехмажорная турнира, которая была? Да, и трехмажорная. Там, понимаешь, помимо трехмажоров постоянно есть турниры, типа, вот, там, от ПГЛ, там, знаешь, целая серия. Целая серия, там, турниров в Америке. И ты туда, там, знаешь, пару раз за год ты отберешься, пару раз едешь в Америку. В Китае целая куча, там, своих. Был там еще в этом... Блин, как же эта страна, короче, называлась? Ну, знаешь, вот сейчас... Может быть, какие-нибудь Индонезия? Нет? Нет, это где-то в Сербии, короче. А, я понял. В Черногории, может быть, да? Там, что-то там. Да-да, вот что-то такое. И вот, вот круто было, знаешь, именно туда ездить. Ну, конечно же, были, как ты сказал, уже и азиатские турниры. И это воспринималось нормально, потому что есть турниры там, Интернешнл, на которых много, есть мажор, на котором тоже много. И есть, как бы, обычные турниры, на которых... Ну, мажор, получается, чем-то средним, да? Это выглядело именно естественно. И, в целом, мы тогда были после Интернешнла. Собственно, ну, мажор и мажор. Все равно, главное, это Интернешнл. И какого-то, знаешь, там, сверх-хайпа мы по этому поводу не испытывали. Просто, ну, хорошая возможность там попробовать свои силы, ну, где-то там в начале года или в середине года. Это было реально удобно. А, слушай, я правильно понимаю, что из системы инвайтов всего это было как на Инте, да? То есть вам приходило письмо от Valve, типа, приезжайте на мажор, там будете играть уже. То есть там же часть команд была приглашена, да? Вы не квалились, по идее, на те мажоры еще? Ну, типа того, да. Как-то тоже было интересно. Знаешь, в свое время, получается, инвайты приходили тебе лично. И многие, как ты, считали, что эти инвайты – вещь сугубо субъективная, но вот оказывалось, что это было, знаешь, максимально объективно. То есть там реально очень хорошо думали над этими турнирами, кого звать, кого не звать. Учитывались многие факторы, по которым тебя могли не позвать, в том числе и замены. Если ты, не дай бог, поменял какого-то одного игрока, там выкинул его, там поступил неправильно, тебя на Интернешнл, на мажор не позовут просто. Сейчас вроде как попытались эту систему сделать прозрачной, ну, там дать определенные поинты, как-то это отслеживать. Вроде как выглядит по уму, да, но тем не менее есть масса лазея, где вот много людей оказывается за бортом, где человек может условно, который создал команду, кикнуть всех, набрать новый состав и сохранить за собой слот. Ну, давай возьмем даже вот эти примеры DPC лиги, да. Вот такое случилось уже, по-моему, раза четыре, за два сезона. А это, на мой взгляд, очень-очень много, что совершенно неправильно. Да, вроде как бейт, к примеру, которые вылетели, тут внезапно там... Да, но эфир как бы берет и их обратно забирает себе, и опять они играют под тегом бейт, ну, как пример. С Америкой то же самое, там, я видел Этернеллайн, вижу, ребята боятся, что он, типа, всех кикнет, наберет, типа, новых. Он такой чувак. Вот раньше этого не было, и раньше это очень строго наказывалось, и никто об этом не мог подумать. Прином, что сам понимаешь, на кону, с одной стороны, большие бабки, с другой стороны, время, которое ты потратил, там, ну, просто год своей жизни, на то, чтобы туда попасть, и в целом люди себе даже это не позволяли. Не хочется быть кикнутым, да, за месяц примерно. Ну, там была, я помню, с Эрой был скандал, да, когда там Фнатики его чуть ли не перед самым интом хотели поменять, или что-то такое, и там... Ну, там у него со здоровьем были проблемы. Даже при этом они еле-еле, по-моему, умудрились туда поехать, при том там серьезные были проблемы, но все равно было очень тяжело, скажем так, это сделать. Но, тем не менее, в то время не было, вот, я же говорю, вот этих всяких абузов и, ну, неправильных, типа, бесчеловечных, там, бесчестных ситуаций. А по уровню проведения, расскажи, пожалуйста, как внутри там было? Вы тоже... это как на эпицентрах, на первых, там, бизнес-класс, крутые отели, все было супер, или просто, ну, обычный турнир, с точки зрения, там, проведения, плюс-минус для команд. Я могу сказать, что в свое время поездил по куче турниров, и ни разу я не летал в бизнес-классе. Так что бизнес-класс, на самом деле, это, ну, фантазия, либо большая удача для кого-то. Я слышал какие-то истории, что там условные ЕГЭ могли сказать, что там, слушайте, мы там не прилетим на ваш турнир, если у нас не будет бизнес-класса. Там уже, как бы, организатор, ну, доставал кошелек и отсчитывал эти типы папки. У нас такого не было. Собственно, ты летишь эконом-классом, отели все примерно одни и те же, то есть нас селили там, ну, в Европе это минимум 3 звезды, но в Европе минимум 3 звезды, это хорошие достойные условия. Ну, в других странах обычно 4-5, это, знаешь, как считается, ну, не то, что дефолтом, да, но вот так, типа, принято условно. Ну, на последнем Инте, по-моему, был 5-звездочный, ну, на Инте, по-моему, всегда почти, да, 5-звездочный отель, плюс-минус, где живут все. Это Китай был, да? Да, это был Китай, по-моему. В Китае там почти всегда 5-звезд дают. Вот при этом еще и дают кухню, которая там, знаешь, будет там для европейцев тоже адаптирована. Не каждый отель, в общем, это делает. И да, китайская, довольно специфическая. Вот, как-то именно Бостел мне как-то не запомнился, запомнилась только тем, что нужно было до места проведения ехать довольно долго. И там вот удивительно было, что там вот эти, ну, машины, которые ездят по их магистральным, они там 150 спокойно, короче, чешут. Вот, это для них как бы норма. А второе то, что там было очень мало зрителей. То есть, вот на многих мажорах, на аренах, которым играли там вокруг тебя прям целая толпа, а здесь реально было такое маленькое уютное помещение. Было буквально там человек, по-моему, 50, 80 или 100. Не помню по какой причине. Никакой пандемии тогда не было. И, соответственно, прям ощущение того, что ты участвуешь в чем-то грандиозном, его не было. А какие-то вообще остались у тебя от первых мажоров какие-то, знаешь, самые вот какие-то яркие, крутые воспоминания, что там прям что-то произошло классное или что-то такое. Или все равно, даже в те времена инт это был все равно интом, а все остальное это было, ну, там, вторично, скажем так, да, как ты и говоришь? Ну, да, да. Тут, с одной стороны, как бы и с призовым фондом, да, есть как бы мажор, есть инт, разница большая. С другой стороны и с подходом, и к тому, как команды к этому готовились. И, с третьей стороны, даже вот эти вот арены, про которые говорили там поездки, вот, честно, вот именно таким особенным вообще ничем не запомнились. Вот, знаешь, как рядовой турнир, возможно, это правильно, потому что в целом все-таки киберспорт, шоу и так далее, это тоже бизнес. И, в принципе, должна быть какая-то там, ну, нижняя грань, которую ты должен соблюсти, чтобы турнир считался качественным, да, и какая-то грань, где, если ты ее пересечешь, да, то это будут какие-то супер-овертраты. Ну, да. И в этом как бы мало смысла. Понял. Слушай, вопрос к тебе такой, напоследок. Как ты думаешь, на твой субъективный взгляд, кто фавориты вообще вайлдкарда, вот, который будет сейчас? Кто, кто, просто мне кажется, это прям супер, знаешь, такая монетка сейчас, кто там на анимажоре на этом будет, там, там, секрет, вичи, айджи, экзекрэйшн, нигма, гамбит, да? Ну, гамбит-аутсайдеры жесткие, экзекрэйшн, наверное, вторые аутсайдеры. А вот кто из этих четырех-две, условно там, да, фаворитные команды? Как ты думаешь? Не, ну, на таком списке я, конечно же, в секрет вичи поверю гораздо больше, чем вот двух команд аутсайдеров, которые ты перечислил, да, в нигму, которая все-таки, да, у них как будто второе дыхание открылось, но вот и ЛТВ, он еще на супер-серьезной сцене, на супер-тир-один сцене может все-таки там теряться. Вот, при этом есть еще фактор Лана, это на нем, кстати, тоже сказывается, все-таки Игорян он еще такой. Молодой боец, скажем так. Думаешь, секрет вичи, да, будут проходить, скорее всего? Ну, да. А кто еще там остался? Ну, IG есть еще. Просто вот IG, это же команда, которая вообще первого мажора играла. В том-то и дело, да. Вот секрет вич и IG, вот я на 95% уверен, что, собственно, собственно, кто-то из них. Ну, просто IG просто с заменой будут играть, понимаешь? Но, с другой стороны, на первом мажоре замены вообще не были фактором, который там сильно что-то определялся. Вот Астер, вот реально мне Астер было интересно глянуть, как они без замен будут играть, потому что Астер, я еще и по первой DPZ смотрел, мне они супер нравились, а второй они, как бы, собственно, бабока с ними играла, они первое место заняли в Китае, и тут вот приедут, собственно, полным составом, потому глянуть на них интересно. Здесь IG с заменой, ну, кто-то говорит, что там с заменой, мотивации уже нет и так далее, это все, короче, брехня. Когда вы играете на тир-один уровне, реально вы всегда хотите победить. Нет такого, что вы там проигрываете и так воспринимаете это там в шутку, через смех, ну, ничего страшного. Нет, там каждое поражение реально принципиальное. И триггерит, злит, раздражает. Ну да, ну да. Слушай, спасибо тебе большое, что подключился, было очень интересно тебя послушать. Вот, очень здорово и интересно. Спасибо большое, будем двигаться дальше. Да, тебе спасибо. Все, хорошо, давай. Давай, хорошего эфира, пока. Спасибо. Друзья, к нам еще несколько гостей сегодня будет подключаться. Мы так, слегка в темпе, я просто честно скажу вам, формат достаточно экспериментальный для нас все-таки подкаста, поэтому мы сейчас еще обсудим историю мажоров, которые были в СНГ, потому что, друзья, это же третий мажор у нас в СНГ, который будет. Вот, и надо вспомнить немножко истории, которая была на мажорах прошлых. Мне кажется, это достаточно интересно, может быть, да. Во-первых, быстренько пройдемся, быстренько пройдемся по тому, как у нас организована система DPC очков, как у нас устроен призовой фонд этого мажора. Это, мне кажется, достаточно важно. Все точно так же, как на первом мажоре, все то же самое ниже 7-8 места команды призовые не получают. Честно скажу вам, я до сих пор не, до конца для себя не решил, норм ли это, потому что надо прям, тут есть аргументы очень сильные в одну сторону, в другую сторону, да, потому что, с одной стороны, если вы даете седы командам там, да, на стадию плей-офф или на групповую стадию, то есть очень много халявных ПТСов и призовых, которые можно получить. Ну, типа, команда уже там, да, которая получает, вот, ВП получали бы не просто первое место у себя в регионе, они бы еще и на мажоре получали за 9-е, 12-е, какие-то призовые, какие-то, какие-то DPC-очки и так далее, что, наверное, нечестно, да. Была версия, что можно, например, давать призовые за все места, но не давать DPC-очки, чтобы не было имбы какой-то, да, чтобы не было такого, что ВП не просто в регионе 500 получают, еще и на мажоре. Вот. Да, и... Но при этом как бы какого-то понимания четкого сейчас у всех, мне кажется, нет. Много кто критикует систему современную, там, и призового, и DPC, которые выдаются. Вот. Мне она тоже, наверное, все-таки не очень нравится. То есть что-то менять нужно в ней. Ну, как минимум давать призовые, мне кажется. Как минимум давать призовые, что команды приехали, потратили время, да, они, как это, выложились. То есть если смотреть с позиции того, что Valve пытаются засаппортить всю сцену, оплатить командам, да, там, их усилия в сезоне, то странно на мажоре у них это забирать. DPC-очки, наверное, да, было бы слишком много давать условным ВП, которые прошли два раза через СНГ-регион. Допустим, СНГ-регион самый слабый, ужасный и так далее, да, и два раза они получают на халяву еще и DPC-очки на мажоре за 9-е, 12-е. Наверное, это реально перебор. Вот. Но призовые, как минимум, ну, там, может быть, 17-е, 18-е не надо. Хотя, опять-таки, ну, они приехали, они сыграли. В современном мире, да, там, в спорте, в киберспорте даже последние места зарабатывают деньги, потому что люди потратили свои силы. Они, как это, они прилетели, они отыграли, а турнирный организатор на этом заработал деньги. Как мне кажется, должны быть вознаграждены команды все, которые приезжают на мажор, хотя бы в небольшом размере, хотя бы чисто формально. Вот. DPC-очки, наверное, действительно, это круто, что выдаются за какие-то высокие места. Это, ну, 7-е, 8-е, условно там, да. Меня бы не было претензий и вопросов к формату мажора. Если бы 7-е, 8-е получали бы DPC, все остальные получали бы призовые, но тогда, наверное, призовой все-таки в целом должен был быть больше, потому что 500 тысяч делить на 18 команд в современном мире доты это какие-то очень маленькие призовые для всех будут получаться. За лигу можно меньше очков давать за мажор больше? Наверное, да. То есть, наверное, тоже. Но тогда просто в текущем формате, то есть, это тоже сложно оценить, когда два мажора в сезоне всего лишь. Есть такое ощущение, что, ну, условно, если ты даешь много, то топ-3 одного мажора, топ-3 второго мажора уже на инте, и все остальные как-то борются за эти оставшиеся места, да. Вот. Кстати говоря, об этих самых местах, вот она текущая система DPC у команд, которая выглядит вот таким образом, да. Там EG на первом месте 1250. Они, понятное дело, будут еще на анимейджере набирать VP там же, потому что заработали 200 АЧ на прошлом мажоре. И в данный момент времени, там вот можно посмотреть, да, что есть команды подсвеченные красным. Это команды, которые точно не проходят на International. Это команды, которых нет на этом турнире. Это Fnatic, это Undying, это Fuzumer, это Na'Vi, да, потому что у них есть замены, их нет на этом мажоре. Им точно не хватает очков, чтобы пройти. Вот она, это от Knoxville. Сразу видите, там, ребят с тегом, да, сори, немножко криво картинка обрезалась. Это текущий шанс попадания команд. То есть мы понимаем, что у нас есть как минимум, ну, 8, да, точнее, 9 команд без Thunder Predator, которые очень вероятно отберутся на International. То есть для того, чтобы они не отобрались, нужно, чтобы команды, которые... Да, кстати говоря, вот там интересно, что, по-моему, какой-то команде даже чуть ли не первое место на этом мажоре не гарантирует. Да, Execration, по-моему, даже если выигрывают этот мажор, они не гарантируют себе проход, потому что у них будет тогда 700, 670 у Т1, у OB Neon 650, OB Neon на этом мажоре не наберут ничего, и Thunder Predator ничего не наберут. Но Thunder Predator уже очков больше. Вот, поэтому... Прям пик Лины для Бодина. Ну, блин, ребят, Na'Vi на 24-м реальном месте. Na'Vi никуда не отберутся. Уже точно, да. А вот это все команды, которые имеют шансы отобраться на мейджор. Ну, вы видите, в процентном соотношении, там, Monaco Gambit, Nigma, им прям надо очень постараться, потому что, ну, они должны занять на этом турнире минимум топ-2. Все, кто находятся в зоне, вот, от Spirit и ниже, 385, да, им нужно занимать топ-2 и молиться на то, что все остальное сложится. Это вот их... Нет, по-моему, если Spirit занимает топ-2, они точно проходят. Но вот если они там топ-3, например, займут, то там уже все очень плохо становится. Поэтому вот такие расклады перед этим мейджором. В принципе, уже понятно, что у нас есть довольно много команд, которые застолбили за собой. Предварительно кажется, что и Thunder Predator тоже пройдут, да, потому что, ну, блин, Т1 надо в плей-офф выиграть одну серию. Это не гарантировано совершенно, что они это сделают, да. Неоны, скорее всего, не отберутся напрямую на International, что очень грустно, с их раном, который они показали на первом мажоре. Но 650 очков — это, скорее всего, мимо International напрямую. Дай, пожалуйста, ссылку на эту статистику. А вот видишь, это Noxville. Вот туда заходишь, и можно посмотреть, ознакомиться и так далее. То есть здесь, как это посчитано? Количество текущих очков, мат ожидания от всех участников этого мажора с учетом того, куда они отправлены. То есть, условно, команда, которая отправлена, ну, вот у Neon, например, 650, и всего 7% вероятности, что все остальные команды сыграют таким образом. То есть они, скорее всего, не попадают на International 650 очками. У T1 шансы намного больше, потому что одно BO3 гарантирует им попадание на Int. Одно выигранное BO3 на этом мажоре гарантирует им попадание на Int. Vichy Gaming, например, с 600 очками, у них все довольно плохо, именно потому, что они не... Вот у Noping меньше, да, очков, но у них плей-офф-спот уже есть. Соответственно, одна выигранная серия там — Auto International. У Vichy нужно пройти wildcard, нужно пройти группы, и после этого нужно выиграть серию. И это... Ну, вы понимаете, насколько это сложно может быть. У OG ноль шансов, конечно. У OG будут играть уже квалу. Они уже на это настраиваются. Хорошо хоть не вылетели из дивизиона своего. Там... У OG вообще очков там. Они даже... Я не знаю, на каком они месте должны идти, честно говоря. Я не спускался туда вниз. Вот. Но в целом мы понимаем, да, что Aster, LGD, Biscos, Quincy, Alliance, Secret, IG, VP, EG — вот эти 9 команд, скорее всего, будут играть на International. Четыре из них стопроцентно, остальные, ну, очень-очень-очень сильно вероятно, да. И вы видите, что разница между 800 очками и 670 очками, она гигантская, потому что догнать команду, у которой 800 очков, можно всем этим командам, вплоть до ним, и только выиграв этот мажор. И мы понимаем, что выигрывает этот мажор только одна команда. И, скорее всего, эта команда — это из первой восьмерки, а не из последней здесь, да. Поэтому все эти ожидания, там, 3%, 4%, 15%, это все, как бы, максимум 1-2 команды пропрутся, да. Ну, вот давайте посмотрим, кто может пропереться жестко. Liquid могут с Сумаилом, Vichy могут, ну, TNC, наверное, могут попробовать. Может быть, Nigma. Вот это 4 команды, которые реально могут, но все вместе одновременно, вряд ли, даже несмотря на то, что у нас есть 4 команды, которые абсолютно не мотивированы на этом мажоре что-то добиваться, поэтому... Ну, вот, Шторм пишет, TNC нет, но, с другой стороны, уже в Юго-Восточную Азию не верили же, правильно, на прошлом мажоре. Вот. Такие вот моменты, такие вот нюансы. Немножко вспомним, что было в рамках первых мейджоров в СНГ, которые проходили, ребята, что в СНГ было 2 мейджора, которые были. Это будет 3-й. Посмотрим. Тут есть некоторые интересные факты, статистика и так далее, которые были. Вот. И потом будем двигаться уже к, соответственно, нашему второму гостю понемножку. Первый мейджор в СНГ. Кто помнит? Эпицентр XL он назывался. Это как раз турнир, перед которым добавили Текиса. Вот. Это турнир, перед которым Вилат ушел из Рухаба. Это турнир, перед которым Лила поменяли на Роджера. В общем, там был прикольный конкурс комментаторов. Сейчас я вам покажу победителей того конкурса комментаторов, кто помнит. Ой, а что-то я про Киев... Блин, я не знаю, ребят, почему я про Киев мейджор. У меня он просто потерялся где-то в графике. Что-то я... Карася поймал, сори. Блин. Не знаю, почему так произошло. Это... Это... Как это? Еще немножко в доисторические времена. Это был, получается, эпицентр был второй мажор. Да. Первый был Киев мейджор. Блин, что-то я... Что я про него завтыкал-то, господи? Самый очевидный, это второй в Киеве и третий... Подождите, четвертый в СНГ, получается. Правильно? Четвертый, да. Четвертый. Киевский мажор, сами просматривай за всю историю Доты. Да, да, да. Блин, а почему я... Ладно. Все, не обращайте... Ребят, просто не обращайте внимания. Я просто... Я просто втыканул. Да, это речь идет о DPC. Извините, это речь идет о DPC. Киевский мейджор был отдельным. Киевский мейджор проходил сам по себе. Да, это турнир, на котором ВП были в гранд-финале. Это был турнир, где, как это говорится, что мы напикали. Мы говорим о DPC-турнирах. Я что-то... Мы... Мы Киев... Киев решили не включать в систему DPC, потому что он не был в системе DPC. Вот. Но я думаю, что тут мейджор. Раз он сам и просматривает, вы все и помните сами. Вот. Мы говорим о DPC-шных мажорах. Так-то. Да. Киевский самый памятный лично для меня. Уволен. Трусайт с киевского класса. Да, Трусайт был офигенный. Трусайт я посмотрел, даже когда я тогда еще лолером был, Трусайт был офигенный. Да. Вот. Ну, а это, естественно, мажоры в рамках DPC-системы. Это Epicenter XL был первый, перед которым как раз уже поменяли тогда Lila. Уже тогда VELAT ушел из RU-хаба и уже начал планировать мейнкаст. Вот. VP тогда как раз были очень в крутой форме. Да. Ну и LGD тогда стали как раз PSG. Ну а VP на том турнире заняли как раз третье место. Это именно в формате DPC. Вот. Кстати, из интересного, ребята, это вот я надыбал. Как раз на том эпицентре появился фланг и Flame, который комментирует сейчас в мейнкасте, Даша Эритель, которая комментирует сейчас в RU-хабе, и Lumisit, который, по-моему, сейчас, насколько я знаю, нигде не комментирует. Может, я втоканул, и он до сих пор в RU-хабе комментирует. Я не супер внимательно смотрю все эфиры. Вот. Но я его, честно говоря, не видел. И вот проверял его в соцсети. Он, как это, неактивный был в соцсетях. Сейчас там. Мне не слишком TrueSide понравилось из-за того, что наших парней показали отрицательными, а ОГ положительными. Ну да, там было такое, немножко, как это сказать, не постановочное, а что ли, драматическое противостояние такое. Да, вот он. Второй мейджор. Это был мейджор как раз последний перед Интернешнлом, последним, который был, если помните, на котором был скандал с Себом, на котором был, на котором было, кстати говоря, довольно много. Я смотрел там состав комментаторов. Один из самых крутых, который был. Вот. Это турнир, где ОГ катнули тогда Сикретов и ЕГЭ с заменой Сочески вместо Ноутейла. Тогда как раз и Соло менял кто-то, Арзик, по-моему, они выиграли у китайцев, у каких-то крутых. И тогда Соческа менял Ноутейла. Короче, жестко было. Гамбит тогда провалили свой шанс на прямой отбор на Интернешнл. Вот. В общем, да. Ну и там финал был Вич и Ликвид. Это как раз тогда Ликвид набирали форму перед Дентом, где они взяли, собственно, топ-2. И ВП были как раз на топ-3 на этом мажоре. Так. Ну и как раз я хотел вот у нас наш специальный гость. Павел. Здравствуйте. Меня слышно? А меня слышно? Вас слышно, Павел. Прекрасно. Сейчас вас еще и станет видно. Ой-ой-ой. Вообще будет жестко. А меня не видно, да? Сейчас будет видно. Сейчас будет видно. Но меня слышно. Да, слышно точно. Я разобрался. Во, и видно теперь. Паш, привет. Очень рад тебя слышать. Очень рад, что ты к нам подключился сегодня. Как вообще твои дела? Рассказывай. Мажор ты собираешься смотреть? Слушай, да. Да вот думаю, что с мажором, как его смотреть, что делать примерно. Думаю, чем заниматься. Планирую стримить снова начать. Но это как-то у меня немножко затягивает. Сейчас просто БК выходит в ОВИ. Поэтому это стрим. Блин, это старая проблема, по-моему, всегда такая. Очень много дела резко появилось. И я вот не успеваю никак. Я пытаюсь, но пока тяжеловато. Слушай, Паш, я хотел, мы тут обсуждали тему олдскульных мажоров, которые были. Ты помнишь свой первый мажор вообще, на который ты ездил? Как оно там было тебе вообще? Это был уникальный опыт или уже как это, как обычный турнир рядовой? На каком-то первом мажоре был. А какой это был? Это был Франкфурт или какой-то? Так, на Франкфурте вы были разве? Давай посмотрим. На Франкфурте были ВП, вы были с Вегой, да, ты был на Коре тогда. Вы как раз играли составом, ты на Уан, Максуал и Семе. Да, это было Франкфурте. Я это сейчас просто вспомнил или ты прочитал? Давай так. Смотри, я вчера прочитал, у меня просто перепуталось. Ты, по-моему, был на... Смотри, давай так. Ты был на Франкфурте, потом ты не был на Шанхае, а потом ты был, по-моему, был ты на Бостоне уже, да? Да. А на Маниле ты тоже не был, по-моему. Маниле я был, по-моему. Был? Но не уверен. Нет, нет, стой. На Маниле были Эмпайры, по-моему, с Алохой тогда. Как они были, эти первые мажоры, рассказывай вообще? Что там? Получается, мы про Франкфурт, правильно? Ну, давай про Франкфурт, а можешь про Бостон тоже вспомнить. Слушай, ну, как для игрока, было непонятно. Я помню, что тогда уже были такие проблемки, мне уже тогда полукикали. Я это помню просто. А ты на Коя тогда, на Коя играл? Никому не понравилось, как я играл на Керри, ни команде, ни мне, никому это не нравилось, как бы, я уже потихоньку освобождал Койку, да. И поэтому, в принципе, было, ну так, средний. Ну, вообще, в принципе, были, ну, очень много воспоминаний есть прикольных, очень много эмоций. И, в принципе, то есть, ну, я помню этот момент, я почувствовал себя прям вот, ну, не моралью прям, но вот плохо себя почувствовал. Но я это делал от чистого сердца. Мы когда выиграли ОГЭ, ОГЭ еще с Мироком, которые были, они потом стояли ужасно грустно, им было очень плохо, видно, ну, прям на них лица не было. Даже друг на друга не смотрели, просто 10 глаз в пол и молчат. Ну, в тильте нереально, ну, нам проиграть, сам понимаешь, да? Ну, будучи УДЖ, это же после того, как, это после, а, это они в лузера упали тогда, да, ты имеешь в виду? Да, да, они с лузеров выиграли. Они с лузеров выиграли, да. Да, и они в нереальном тильте, как бы, ну, я по шотчиках на луне, как бы, отжарил, ну, естественно, они в тильте. И они стоят грустно, а я подвигаю, у меня лицо веселое, я счастливый, чину им руку, говорю, ОГЭ, пацаны, там, все, давайте, там, ну, я понимаю, что им было очень грустно, и, возможно, я был не к месту, и, возможно, они подумали, что я на ней немножко поугарал, но я это делал от чистого сердца, потому что, ну, сам понимаешь, как бы, ну, пошел человек на луне, выиграл ОГЭ. Слушай, они потом же реванши все-таки чуть-чуть своего взяли у вас, правильно? Чуть-чуть они взяли, да, чуть-чуть. А расскажи про домашние мажоры вообще. Вы тогда давление какое-то вообще чувствовали? У вас было какое-то, знаешь, накаленное состояние внутри команды перед киевским, перед московскими мажорами, которые были? У меня не было никогда давления перед домашними мажорами. Единственное давление, которое у меня происходит, это когда тысячи людей орут в твою поддержку, а у тебя трон падает. Вот это вот очень грустно. Все остальное, это волшебные чувства, честно. И, когда тебя поддерживают, когда вот орут тебя все, ты теперь слышишь просто, вот, каждый голосок где-то вот вдали, который орет, ты вот, вот каждый абсолютно слышишь. И, когда ты там просто взял, пятерых вайпнул, и ты понимаешь, что вот они сейчас пятером байбэкнутся, и пофигу, что у вас осталось двое, у вас там ничего нет, они сейчас пятером байбэкнутся, ты их тоже положишь просто. Вот у тебя прям такое чувство, что ты все можешь. Но вот когда ты проигрываешь, вот под эти крики, очень грустно становится. Ощущение уже, что вот ты вот всех этих людей ты подставил, которые на сцене. Это очень неприятное чувство. Слушай, мне, кстати, в этом плане кажется, что КС чуть-чуть поинтереснее тогда игра, да, со своей аудиторией. Ну, то есть, тебя подбадривают каждый раунд, как бы, да, а в доте ты все-таки строишь игру целиком практически. Ну, то есть, нет такого ритма, что ли, наверное, да, как в КСе. Ну, нет такого, да, что ты вот проиграл раунд, ты вот начинаешь следующий, ты понимаешь, что там, ну, допустим, у тебя есть бай, да, и у врага есть бай. У вас на все хватает, все, экономика у вас нормально. И все, и вы, в принципе, можете забыть вот на все вот это вот дерьмо, которое происходило до этого. Ну, в доте так с этим намного тяжелее, да. Там каждый раунд он тебе потом вот этот такой, он тебе потом по черепушке бьет и напоминает о себе. Паш, расскажи, пожалуйста, как вообще дела в СНГ? Потому что мне прям интересно. Я смотрел, честно скажу тебе, я смотрел ваш один матч, прям мне, было плохо немного. Вы, по-моему, против Trident Clan играли, ты там на Пангольере катался, вы его еле-еле выиграли. Слушай, там... Что вообще происходит в нашем регионе вот со всеми, так как говорится, хайскильными олдами сейчас? Смена поколений происходит? Какие-то... Не получается составы собрать? Что вообще у нас в регионе? За дела такие? Я не знаю, что у нас. Я знаю, что у меня, как бы, ну, более-менее, что у нас и без понятия. Я за всех не отвечаю, понимаешь, что тут проблема. Что у тебя рассказывает? Вообще, как бы, ну, я, ну, как сказать? Давай смотреть правде в глаза, давай. Мы собирались, ну, будем честны, ну, под пивко просто. Так. Просто пять отчаянных, красивых, смелых, отважных ребят, которым просто нечего делать, решили, давайте будем... Ну, нам будет нечего делать вместе, будем просто сидеть пятером, да, и еще просто разговаривать будем. И как бы вот мы как собрались под пивко, так и разошлись, в принципе, под пивко. Я, ну, у меня, у меня были надежды, честно, большие, но просто я в один момент понял, то, что нам всем нравится разное пиво. Ну, если так, просто, ну, прям, ну, не понял. Без подробностей, не люблю подробностей на это, чем рассказывать, потому что, ну, это может выставить кого-то в хорошем, кого-то в плохом свете, мне это неинтересно. Не люблю. Потом окажется, что кому-то, кому-то нравится, там, очаковская какое-нибудь, да, или что-то. Ну, допустим, да, пусть будет так. Кому-то нравится темное, кому-то светлое, кому-то красное. И вот, вот мы разное пивко любим, понимаешь? Кому-то нравится играть побыстрее, кто-то любит подфармить, кто-то, кто-то хорошо умеет доносить свои мысли, кто-то вообще это не умеет делать, кто-то вообще не воспринимает, кто-то просто с бубном вот так вот си, так вот бьет, не понимает вообще, что происходит. Короче, ну, не получилось, ну, не подходим просто. Хорошо. Поэтому просто все поставили это пивко и пошли жить дальше. Пошли дальше к другим, так сказать, напиткам. Ну, возможно, не знаю. Молодые вот эти, которые играют в Spirit, которые играют в ВП, они реально очень жесткие? Или все-таки старая школа просто сейчас там, знаешь, в каком-то разброде не могут собраться в нормальную команду? Как ты думаешь? Потому что они на мажоре пока ничего не показывают все. Вот молодняк на мажоре пока что как будто руки трясутся, как будто игру свою найти не могут, да? То есть, ну, там, вы могли еле-еле выиграть квалу в СНГ, но потом на мажоре в топ-3 зайти. А у нас квала в СНГ выигрывается только так сейчас, но на мажоре потом какие-то непонятки происходят. Что ты думаешь вообще? Ну, давай, давай скажем так. Ну, Virtus.pro, ну, как минимум, они красавцы, то есть, ну, традиции все еще сохранились, скажем так, они жарят в нашем регионе, как все, ну, все делают как надо, все круто. То есть, с этим у них проблем нет. На мажорах, то, что у них происходит, вот у них сейчас будет, допустим, еще одна попытка, они вроде как сейчас в неплохой форме, ну, хотя бы как мы с тобой, вот как смотрим, да, со стороны, то, что мы видим, можем сделать вывод, то, что они не в плохой форме. Но у них две попытки будут, у них и мажора, и инт будет, так-то. Да, 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 то есть, подожди, у них же есть уже инвайт, Ну да, я же говорю, что будет и мажор, и инт уже точно для них, да. И вот, и поэтому вот возникает вопрос, если у них уже есть инвайт, то вот важно ли нам так пристально селиться за Virtus.pro, то есть, ну, стоит ли нам так сильно расстраиваться, допустим, если они проиграют? Я, допустим, думаю, что не стоит, потому что у них, то есть, вот это вот начало, это аэрофлатурики, это все так не работает у них, то есть, они сейчас будут пытаться, в принципе, ну, мне нравится, как они играют, в любом случае, там, где играет Ильясик, я за эту тиму болею, я ему это сразу сказал, поэтому... А у вас с нами хорошие, отношения сохранились с ним? Или еще до этого? С ним, ну, да, хорошие, не то, что мы там переписываемся каждый день, да, там, по будильнику, но просто, ну, мне приятно было с ним работать, и я не скрывал ему, и показывал это, и искренне пожелал ему удачи, надеюсь, у него все будет четко. И вот, и, ну, хотелось бы, что у них было все нормально, но, опять же, я не расстроюсь, если у них что-то не пойдет, я не знаю, в чем причина, почему у них не получается, но, говорю, я не сильно расстроюсь, даже если что-то вдруг не получится, и я, наоборот, буду рад, если получится. Team Spirit, разговор немножко другой, то есть, у нас всегда было в регионе, ну, вспомнив все время, которое было, у нас была одна какая-то ярко выраженная команда, да, какие-то прям вот пушечки ребята просто, которые вот, к ним вообще страшно подходить, да, и была какая-то вторая, да, у которой что-то получалось, они вот моментами выстреливали, да, какие-то команды, допустим, в один момент, в одну квалу. Но в основном они ехали на топ-16 мажора. Да, 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 вот резко появляются гамбиты какие-то, да, допустим, из ниоткуда, и они внезапно всех разносят, ты на них смотришь, они какие-то бешеные, ты не понимаешь, что с ними делать. А они потом приезжают, и снова топ-16, и потом новые. И вот искренне хочется верить, то, что спириты не из этих, потому что, ну, вроде бы как, они играют, сейчас просто дота заключается в том, что ты уже никого не удивишь, никаких там оскорблений, ничего такого, ты уже никого там, грубо говоря, не удивились мир и клан, да, потому что все потихоньку уже научились доту играть, потому что, ну, уже очень много времени прошло, очень много времени прошло с того момента, когда можно было пойти, взять одного сильного игрока, и он там один всех отжарит, если ты ему поможешь, то есть сейчас уже так сделать почти нереально. Раньше это можно было сделать, в один момент это было сделать очень тяжело, сейчас уже почти нереально, сейчас уже очень много от командной доты зависит, и вроде как эти спириты, они выезжают-то не на одном, на каком-то лбе бешеном, да, они как раз-таки за счет командной выезжают, и это, ну, это как раз-таки заставляет верить, что вроде бы как это не те ребята, которые приехали, посмотрели, уехали. Вот, это мысли-слух. Понял. А хотел тебя вот расспросить немножко. Ты, наверное, за другими регионами тоже посматриваешь в свободное время по чуть-чуть, да? Чутка, совсем чутка. Что можешь рассказать? Как вот наш регион сейчас играет? Как можно вообще в принципе мету охарактеризовать? Люди играют быстро, люди играют медленно. Вот мы с ВП разговаривали на турнире, они говорят, мы на Сингапуре были медленной командой. Поняли, что это не так, будем теперь быстрой командой. Быстрая дота сейчас имба решает и так далее, или имба разному можно, в принципе, играть? Понимаешь, в чем суть? Во-первых, всегда можно взять пример, допустим, Сикретов, которые, как я помню, сейчас они поменяли свою стратегию, да? Они об этом говорили, если не ошибаюсь. Можно взять было Сикретов в один момент, когда, в моем понимании, они были чуть ли не самой жадной командой в истории человечества. Это когда они выиграли у всех причем. То есть, они отточили это. Они играли нереально жадно. То есть, у них пять игроков. У них, допустим, Пупеи фармит легкую линию. Кто-то рядом с ним долбит лес. Ниша стоит в миде, в харде фармит и взор, рядом с ним в кусиках фармит зай. Пять героев просто, ну, бьют крипов. И от того, что они понимают, на какие атаки им нужно отвечать, как им нужно правильно отвечать, в каком количестве, какие артефакты им нужны, чтобы уже начинать свое что-то навязывать, они от этого, они играли хорошо. То есть, фулл реактивная игра, то есть, они отвечали на действия соперников, да? Да, да. То есть, там, где обычно ты видишь, допустим, вот наша какая-то, вот представим себе, нашего региона, жадную команду, да, какую-то представим. Если наши жаднички, допустим, ну, понятно, что это не 100%, то, что ты жадно играешь, ты с нашего региона, ты вот гондон, да, ты точно, ну, это не так работает. Но, тем не менее, есть такая возможность, то, что, есть такой вариант, то, что нападают на вышку в миде, например, да? Если, допустим, секреты, вот, когда они отработали очень сильно и очень хорошо эту свою стратегию, этот план на игру, они будут хорошо отвечать, они сделают правильный телепорт, они правильно задефают, и они окажутся в плюсе, потому что они сделают выгодный размин и еще дальше пойдут так же жадно фармить. И они будут в плюсе. То, допустим, команда, которая делает это хуже, намного хуже, она просто, когда будет это дефить, эту вышку, она может сделать это неправильно, большая вероятность, что она сделает это неправильно. Они просто все умрут, отдадут все, что заработали, а дальше уже жадничать нет смысла, дальше уже нужно камбэкаться, а камбэкаться тяжело, когда ты привык играть жадно. Вот. Ну, вот в чем посыл пока что. И поэтому, к чему я это веду? Играть быстро – это всегда круто. Да, секреты так умели, но секреты все-таки это большее исключение. Играть быстро – это круто. Если ты играешь, допустим, с одним фармящим героем, ну, ладно, давай так, если играешь с двумя, у тебя, допустим, жадный керри и жадный мидер, правильно? То у тебя играет три человека в основном, иногда четыре подключаются. Команда, у которой играет четыре, иногда пять, они тебя будут играть быстрее тебе. Они тебя, скорее всего, будут давить, и ты будешь, возможно, совершать какие-то ошибки, за счет чего они будут давить еще сильнее, и, скорее всего, ты проиграешь. Если ты будешь играть в четыре героя быстрых и один фармящий, то, скорее всего, команда, у которых пять героев, которые быстро бегают, дерутся и так далее, они будут делать все быстрее. И вот к этому все и ведет, то, что все это идет к быстрой доте. Что если ты изначально учишься играть быстро, то переиграть тебя сможет только та команда которая ну просто больше на это тратит времени которые в принципе тебя сильнее по скилу а это уже как бы ну это уже идут такие гонки кто сильнее кто жестче кто больше понимает и так далее кто на твой взгляд на этом мажоре должны быть самыми быстрыми командами просто европа китай или это вообще может сейчас в любом регионе быть сильные ребята я не знаю честно говоря это сложно сказать потому что ну сложно сказать просто давай так просто папа пальцем спириты я бы не сказал что они играют быстро но они играют уверенно хорошо мне кажется что у них есть какой-то работающий шаблон по которому они действуют ну это мое просто мнение них есть какой-то работающий шаблон который плюс-минус определенных ситуациях может меняться ну а они все-таки его и вот пытаются держаться и он работает ну он реально работает мне кажется virtus pro как бы ну ты сам сказал то что они ты сказал что они сказали что я сказал что они играли медленно да на прошлом мажоре как они будут играть в этом я не знаю будут пытаться не знаешь пытаться да будут никто не знает как будет ну допустим будет быстро хорошо это будет хорошо если не будет играть быстро китай я мало смотрю китай но для меня китай это всегда был не ну не самый быстрый регион в плане темпа игры но тоже стоит понимать то что ну это если наш регион можно называть virtus pro плюс какая-то там одна-две сильные команды плюс остальные да то китай я бы назвал это региона в котором ездят это 5-6 virtus pro команд и все остальные но я вернусь про друг друга еще и под бафовую да потому что они друг с другом тренируются да да и ты играешь против одних virtus pro а в это время у них в в ватсапе вы или в телеграм-канале в общем чатике уже как бы тебе все рассказывают короче это уже один история да в общем да это не важно как они играют китайцы допустим быстро и медленно они играют жестко это самое главное чем надо делать это понятно европа европе я ну в европе сейчас хаос как по мне то есть огонь и вышли секреты выбирая для себя какую-то вот новую какой-то стиль они пока что играют ну будем честны неуверенно ну никто никогда не забудет что это секреты ну никто не будет думать то что блин а вот какая-то команда ну если прикрыть значок все скажут типа что они бегают видит плохо играют что не очень себя представить если убрать большой палец да и увидит иконку секрет ты такой о это мои фавориты на мажоре извините они штаб один сейчас будут сейчас они ровли они ровли да 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 и это уже другой базар сразу становится ликвиды они с сумаилом у меня в голове это круто как она будет в реальности я не знаю потому что у койквы слишком много было вот этих вот и вот это вот мерзкая вот это вот вот это ужас как вот у меня вове ник у персонажа last peak бруда вот вот это вот какой-то да видимо койку вот вот прям вот ну вот очень сильно ломает игру ты вроде бы койку нельзя сказать что он прям нереально жесткий у хороший игрок ну я не буду с этим спорить не сказать что он прям очень жесткий но ты всегда думаешь ты играешь против liquid ты всегда думаешь про койку но у тебя нет выбора не думать ты всегда думаешь об этом долбану медведя пауке и так далее то есть не знаю у самаила тоже есть жесткие сигны это с этим спорить никто не будет но как получится это надо смотреть кто там еще остался южная америка может не из европы ликвид ликвид секрет нигма и четвертая альянс альянс нигма альянс да то есть нигма у них сейчас начинается как и по завтрашнего дня веселые карусельки как я понимаю я не знаю что они там будут делать но выглядит это ну страшно то есть допустим если прошлый wildcard он был он реально для многих команд это был подарок судьбы потому что одна команда не играла если не ошибаюсь какой это были замены как далее плюс один слот правильно я помню да то есть там не два выходе команды выходили а три но по-моему да да то есть грубо говоря не из шести команд выходит две она прошла в wildcard из пяти выходят три это уже точно да это звучит халявно скажем на да после до после первого это звучит реально охрененно ну по моему такой халявы нет и реально wildcard выглядит каким-то бешеном если не ошибаюсь ну да у тебя у тебя нигма секрет айджи у тебя вичи у тебя экзекрэйшн у тебя гамбиты да да то есть на игоречка сейчас реально сейчас много упадет на плечи ему и ну можно только пожелать ему удачи это реально будет бешено ну я буду за игорька болеть в любом случае то есть это наш пацан вот про другие регионы я немножко южную америка не смотрю совсем а ты смотрел на на первом этом как играли thunder predator не на первом мажоре да смотрел конечно смотрел то есть я ну я не смотрю как они играют у себя вот эти вот лиги которые два по два месяца длятся то есть это не очень интересно я понимаю конечно ты думаешь южная америка реально может ну то есть условно там да они реально если все будут опасаться эти южноамериканские команды они все еще смогут выигрывать или это дизреспект был какой-то по отношению к ним слушай ну все что нужно знать всему миру про южную америку это то что иногда оттуда вылезает какой-то какие-то бешеные типы и наводят суету это все что нужно знать и ты должен с этим просто смириться то есть может приехать команда которую ты отпинаешь за 15 минут и подумаешь типа кто им билет я вообще купил а может эти как бы эти ребята ну войдут там в топ-2 мажора да спокойно вообще налегке и вот и вот непонятно непонятно как это будет выглядеть но выглядеть это будет в любом случае как то наверное просто мне кажется южная америка хорошо что сыграет я иногда посматривал вас периодически мне кажется хорошо выступить должен паш последний вопрос буду тебя потом отпускать скажи давай как ты думаешь гамбиты смогут отжать больше карты в групповом этапе на ну на вал карты сейчас или нет ну лучше ну гамбитов реально сейчас я я понимаю весь этот позитивчик который от них идет я просто вижу там периодически там что не интервью до что не видосик что не текст его какое-то интервью там везде говорят то что мы не унываем нас это сделало сильнее это круто конечно что они все так говорят но мне кажется это все-таки немножко не так как мне кажется то что это был довольно-таки для них сильный удар и как бы это круто то что они показывают то что они как бы в седле, но мне кажется, им сейчас тяжело. И будет им тяжело. Ну, и большой им удачи. То есть их ждет такой путь сейчас нелегкий. А может быть они... Так а что, больше карты-то отожмут или нет? А я не скажу. А может быть они ОГЭ? А вспомни ОГЭ. ОГЭ тоже так ударили. И что? И как встали, помнишь? А может быть они... Слушай, на момент, когда ОГЭ ударили, они уже были ОГЭ все-таки, да? На момент, когда ударили гамбитов, они все-таки были гамбитами. Они гамбиты, и что? 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 Ну, чуть-чуть. Мне кажется, разный статус, да. Ну ладно, допустим, да. Не скажешь, да, больше карты? Не скажу. Не знаю. Ну я не знаю, как оно будет, честно. Неизвестно. Это все зависит. Ты понимаешь, все очень сильно упирается в то... Ну, короче, нужно просто, чтобы это все приехало и сыграло. Но это тяжело сказать. У кого-то там будет джетлаг, у кого-то там, не знаю, кому-то будет неудобно просто, в принципе, играть, у кого-то будет трясти от местного то, что, типа, вот это вот карантин, и там ты сидишь, там тяжело тренироваться, то есть тебя там иногда пускают, или как там, или сейчас лучше все стало. Я не знаю, как с этим. На прошлом турнире вроде бы там был жесткий какой-то карантин, их вообще никуда не пускали. Я не знаю, как это. Ну, на этом довольно жесткий карантин. Мне кажется, не такое, как в Сингапуре, потому что в Сингапуре там прям, знаешь, ну, в этом плане государство, которое может вообще все что угодно. И там, знаешь, никакие тебя ни деньги не спасут, ни связи, ни влияния, потому что страна максимально, скажем так, так и так организована. Паш, спасибо тебе большое, что подключился. Вот, надеюсь, не последний раз еще с тобой слышимся на таких всяких подкастиках. Было очень интересно послушать. Вот, нам еще, кажется, с тобой можно там и СНГ квалу будет потом обсудить когда-нибудь, и интернешнл. Вот, ладно, спасибо тебе большое. Может быть, да, приятно было пообщаться. Все, давай, удачи. Давай, пока. Так, ну что, друзья, я пока Пашу выключу. Кот, ты что орешь, Кот? Ну, что ты орешь? Кот орет. Ребята, перед тем, как мы перейдем к нашему следующему гостю, сейчас я вам покажу все. Несколько, несколько интересных вещей в социальных сетях, которые происходили перед началом этого мейджора. Мы потом еще, мы потом немножко вернемся, еще обсудим. Вот, но... Такс, 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 такс. Во-первых, расписание матчей, да, который будет. Мы вот с Пашей обсуждали, да, что будет и как будет. Я тут огонечками пометил самые интересные, на мой субъективный взгляд, матчи. Объясню сейчас, почему быстро. Матч Сикрет-Гамбит, естественно, интересен. Мне кажется, любой матч Гамбит интересен, но первый, стартовый, вдруг Гамбиты. То есть, мне кажется, что от этого матча будет зависеть во многом их судьба. Если они смогут в первом матче хотя бы как-то зацепиться, что-то показать, можно что-то думать. Если будет полный провал, я думаю, будет полный провал. Вот, мне кажется, матчи все, Китай и не Китай, очень жесткие. Самые интересные, естественно, это матчи Вичи, потому что IG не так решает, IG с заменой. Мне кажется, что самые крутые матчи, да, это матч Вичи-Сикрет, это матч Вичи-Нигма, это прям самый огонь, который будет. Вот, ну и Нигма-Сикрет, естественно, классика тоже, да, такая. Вот. Так, что у нас еще интересного можно показать? Ребята, команда Альянс, которая добралась, да, во-первых, давайте посмотрим. Вот так вот китайцы приехали на мажор, просто чтобы вы понимали, да, кто вдруг не видел. Вот так вот выглядели китайцы, которые приехали на мажор, вообще нормальные им там в своих костюмах. Я, кстати говоря, не очень уверен, что это вообще эффективно, потому что на дистанции там, не знаю, в 10 часов, но ты долетаешь, они же уже, они же там какое-то количество времени только работают, ну да ладно. Вот. Альянсы же добрались, тут уже отпраздновали два день рождения. Вот смотрите, кстати говоря, сейчас нам присоединится Мария Гунина, я тут пока показываю, сейчас можно. Маш, привет, мы уже в эфире, если что, с тобой. Я тут показываю твоих, так сказать, ахламонов, как они там день рождения праздновали, вот, Ника. А что у вас, у вас какая-то любовь к котлетам по-киевски в команде, или что это за прикол? Нет, Ника, в общем, Ника попросил, нас еще заранее до мажора спрашивали, какие есть пожелания по еде, Ники, боже, объясню, почему Ники, потому что вареники он попросил и котлету по-киевски. Вот, и я решила, что лучший день, чтобы все это им устроить, это, конечно, день рождения. Еще, когда мы были на миноре в Киеве в прошлом году, представьте себе, в прошлом году были ланы, мало кто помнит. Мы постоянно хотели заказать, именно, ребят хотели сделать котлету по-киевски, постоянно не было в наличии в нашем ресторане-отеле, так что отыгрались за прошлый год. Круто. Маш, расскажи, пожалуйста, как вообще проходит пока мажор для вас? Я вот тут показываю всякие видосы, как вы там и в теннис играете, и, в общем, по-всячески чилите и отдыхаете. Как тренировки, как доехали, как виплей встретил, в общем, рассказывай, что там у вас вообще в отеле происходит? Началовый режим, потому что команды, которые играют в плей-оффе, пока без каких-то обязательств здесь находится, мы просто играем КВ. Добрались мы все благополучно, все было хорошо. Самый первый прилетел, вернее, как Артем уже был в Киеве, самый первый после него прилетела я, самый последний прилетел Питер, получается. В принципе, все было легко. А Питер же вообще прилетел, типа, позавчера, по-моему, да, или что-то такое? Да, ну, если быть точно, он прилетел тридцатого, он вылетел двадцать девятого, пролетел тридцатого, еще какое-то время он все равно в карантине, то есть, по сути, мы там с ним, ну, полтора дня видимся, вот. Я видела там, что, например, китайские команды по шесть КВ в день играют, но мы пока не в таком плотном режиме, мы так, да, постепенно, постепенно входим в него, так сказать. Ну, уже так, ну, знаешь, трудно что-то сказать, потому что каких-то интенсивных событий не происходит. Все круто, все, знаешь, обычно что-то плохое всегда бросается в глаза, когда приезжаешь на турнир, и все идет как по маслу, как по рельсам, то особо и рассказывать нечего. Встретили, протестировали, покормили, снова покормили, снова протестировали, поиграли, поспали, все в таком формате. Никаких стесов не происходит, да, да. Как вообще отельчик, просто мне норма была, то есть мне показалось просто вот обычный такой отельчик на турнире, никаких каких-то, знаешь, там. Ну, вот мне, на самом деле, ну, я как бы вегетарианец, поэтому не уверен, насколько там другим людям. Как еда вообще? Тебе нравится, нет? Вы в женском столе, да, питаетесь? А, да, ну, насчет еды конкретно раз на раз не приходится. Понятное дело, что иногда ты выходишь и такой вот это прикольно, это прикольно, иногда выходишь и думаешь, так, что-то это не по мне, это не по мне. Ну, это типа, знаешь, дело вкуса, то есть реально, это даже не от дня к дню, от приема пищи к приему пищи меняется. Отель, ну, смотри, просто хороший добротный отель, понятное дело, что некоторые турниры, и там, в том числе, Сингапур последний, они, конечно, задали какую-то определенную планку, что там было супер лухари, пять звезд, на кнопочку нажимаешь, шторы разъезжаются, тут все понятно, тут такого нет, здесь, ну, неспроста выбран, этот отель был выбран, тут свои преимущества, во-первых, он на отдалении, то есть нет никаких там, ну, то есть... Туз-конференции, короче, да, ничего такого нет. Да, 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 то есть мы, по сути, такие немножко изолированные, да, вот, также очень большие практицы было возможно сделать, обычные практицы в отелях – это просто какая-то комната, здесь очень много всяких конференц-залов и всяких таких штук, поэтому есть возможность сделать большие просторные практицы, что очень важно, потому что отельные комнаты, они не приспособлены под непрерывную работу шести компьютеров, и в практицах вечно очень жарко, очень плохо, мало места, мало воздуха, и здесь это решено, благодаря тому, что, в crafting комнаты очень просторные, их на всех хватает. Ну, кстати, мне кажется, как практиса это зачастую Менее очевидно, чем даже номера Потому что номера, типа, легко найти хорошие В отелях, да, вот именно практиса просто Я помню, были какие-то турниры, по-моему, в Куала-Лумпуре Или что-то такое, где ребята чуть ли прям Не выносили все из номера Ставили туда, там, типа, 5-6 компов И прям кондер с такой трубой, типа Из номера выходил Или что-то такое Я помню, что было похоже в Стокгольме Там, можно говорить, 100% Что просто там была обычная отельная комната В ней стоят компы И там вообще-таки огромные вентиляторы были Может, ты помнишь Просто огромные такие, какие-то сценические Которые из комнаты выдували воздух, типа, горячие? Да, да Но они просто, да, функционировали В своей обычной вентиляторской жизни Вот Здесь с этим все круто То есть реально все в кайф Просторно Тут есть какой-то стол со снеками У нас у всех еще стоят расфекуляторы воздуха Которые обеззараживают воздух в практицах Получается, а Булк-то зачем приехал тогда? Ну, слушай У Булка хотя бы есть окно в практице У нас просто нет окна У нас другие преимущества у практицы есть У нас вот без окна этот конференциал А какие у вас преимущества есть? Он находится очень близко к курилке Так как Артем первый заселился, он выбирал Артем курит единственный Так что практиц находится близко к курилке Реально удобно Один из всех курит И вы близко к курилке Класс И все солиды такие Класс Не, ну подожди Номинальный это называется курилка На самом деле это единственный балкон Единственное место Где можно выйти подышать И насладиться вообще-то природой Поэтому все Эти возможности пользуются Ходят за компанией с Артемом Туда и наслаждаются Прекрасным киевским воздухом Вот так вот И еще наш практиц Он находится Некоторые, конечно, иронизируют Что в столовой Но в столовой тоже Вот ты выходишь И, пожалуйста, поворачиваешь направо И уже можешь Садиться за столы И вкушать прекрасные блюда Это тоже очень удобно То есть тебе не нужно Ни с этажа другого ехать Ни с другой части Там Этажа куда-то идти Все под рукой И шумоизоляция Прекрасная Аромату изоляции Тоже прекрасная Так что Запахи из столовой Нас не беспокоят Вот Я считаю У нас лакшери просто практиц Слушай, Маш А скажи, пожалуйста Вы перед этим мажором У вас был какой-то вообще Тим-толк на тему того Типа Как вам вот на этом мажоре Не повторить прошлый мажор Условно Вообще У нас был Тим-толк еще на том мажоре После всего, что произошло И были какие-то точки Болевые выделены Знаешь, опять же Я считаю, что никогда Невозможно на 100% сказать Что послужило причиной Того или иного результата Мы тоже как бы предполагаем Исследуем себя Строим какие-то причинно-следственные связи Того, почему не пошло И вроде как Мы их до себя выделили И поняли, как решать То есть перед этим мажором А ПВД же после этого присоединился Правильно, к вам? Да Но он еще позже присоединился То есть мы сезон-то Начинали без него играть Вот Ну, потому что чисто Я понимаю Да-да-да Интересно будет посмотреть Тоже Там, как все это будет Вместе работать Во-первых Ну, назначить Такой тройной Трипл-кил получается Во-первых До конца Какая-то оффлайн-синергия Очевидно Не была выработана У Артема с ребятами Потому что он не был на Буткемпах Во-вторых У Питера Потому что он Тоже вот у ней Мы как бы Ну, впервые в очереди Все встретились Таким составом Еще как бы у меня Вот Так что посмотрим Как оно все пойдет Ну, просто интересно Да, за этим подроблюдать Я, знаешь Любительница Таких прогнозов И загадываний Ты любишь Только, знаешь Ты любишь Когда против течения Если там, знаешь Все говорят ВП всех порвут И ты такая ВП лаженут На этом мажоре Смотрите, хейтеры Нет, нет, нет Знаешь, какая у меня Что я не люблю Я не люблю оверхайп То есть Я считаю, что здорово Когда, например У команды Есть группа поклонников И они считают Что их команда Самая лучшая И она достойна Лучших результатов Это прекрасно Но когда создается Какой-то оверхайп И когда каждый Вася на улице Вот ты выходишь на улицу За хлебом И переставит Вася в очередь И он поворачивается И говорит Вы знаете ВП выиграет Интернешнл Вот это начинает напрягать Потому что Не потому что Дело в ВП Не потому что Дело в этом ВАСе А просто потому что Это создает давление На саму эту команду Которую Казалось бы Делают хорошо Которую так восхваляют Но в конечном итоге Вокруг нее создаются Какие-то ложные ожидания И потом все эти люди Которые говорят тебе Что ты дурак Если не верил в ВП Они всю свою ненависть Оборачивают в сторону ВП И говорят А как вы могли Как бы не выиграть Интернешнл Вообще-то мы говорили Что вы выиграете Это просто нездоровый процесс Такой знаешь Который идет Во вряд на самом деле всем И сообществу с его ожиданиями И команде С ожиданиями сообщества Как-то так Маш Вопрос тогда последний тебе Перед тем как я тебя отпущу Спасибо большое Было очень интересно Тебя послушать Все это Поразу узнать Какая команда На этом мажоре Самая заоверхайпнутая Например на стадии На стадии Вайлдкарда На твой взгляд Зачем я точил Про вайлдкарды Хотел сказать Что очевидно Самая оверхайпнутая Команда на этом мажоре Это OG Ответить Типа и все А ты спросил Про вайлдкарды Почему-то А ты про вайлдкарды Мне не будешь отвечать Да? Ну Я считаю что В вайлдкарде Нет оверхайпнутой команды Потому что В кого в основном Верит сообщество Сообщество в основном Полагается на Китайские команды И на Сикрет Как мне кажется То есть там У них тоже есть свои болельщики Но их там меньше Америку, Азию У нас наверное Не так Почитают Но знаешь Про секрет Например Язык не поворачивается Сказать Что они оверхайпнутые Потому что Когда команда На такой долгой дистанции Доминировала Надо всей сценой И даже если у них потом Был неудачный Какой-то отрезок времени Я с большей вероятностью Поверю в то Что это был неудачный Отрезок Нежели очень удачный До этого год То есть Ну Это такая Теория вероятности Большей вероятности Того что у них просто Какая-то черная полоса Нежели вероятности Того что они на самом деле Никогда не умели играть Просто годиком поперло Вот Поэтому конечно Про секрет Так не могу сказать Ну видишь Возможно Возможно Наше сообщество Могло бы Оверхайпить Гамбит Но Все эти решафлы Они мне кажется Повлияли на то Что Типа знаешь Просто с вами Ставим свежь Сейчас хайпить Гамбит Мне кажется Это супер Не мейнстримное решение Поэтому Да Ну и Дигруш Мне кажется Вот это подкосило Подкосило наших людей Которые могли бы сейчас говорить Что вот Нун в соло завезет Ладно Маш Спасибо тебе большое Что ты подключилась Было очень интересно послушать Спасибо тебе Вы там готовьтесь Тренируйтесь Я понял Ты бы сказала Сейчас сам оверхайп Но ты это Нигма И они потом вас бы В плей-офф катнули Ооо Потом бы вообще Было бы конечно Вот на что ты рассчитывал Не ну видишь Все-таки я Я сейчас стараюсь Бесправедливым человеком Если комьюнити Не сходит с ума Что ж мне И с пальцем высасывать Вот этот вот ответ тебе Хорошо Маш Спасибо большое Рад был что ты подключилась Давай тебе Хорошего вечера Вам там Хорошего турнира Давай Так друзья Перед тем как мы Перейдем к следующей теме К следующему нашему гостю Потому что у нас На самом деле Я немножко Я немножко думал Что мы чуть быстрее будем двигаться Но как-то все гости Такие общительные И так приятно с ними разговаривать И с вами приятно разговаривать Вот Ребят Если вопросы какие-то есть Sorry Мы просто не всегда Можем их успеть задавать Потому что у нас все-таки Более-менее ограниченное время На подкаст Уже у нас Как это У нас еще впереди два гостя В общем хотел Во-первых Показать вам Аналитику Вот К нам сейчас подключится Специальный гость сегодня Новый Новый гость Которого я не анонсировал Мы только сегодня Я как раз читал пост адеквата Вот И он про китайцев писал А я вспомнил Что китайцев Это две команды В групповом этапе Вот И он же написал у себя В телеграм-канале Пост на тему того Что правила сейчас На комьюнити каст Виплей поставил Довольно жесткие Вот Эта тема довольно интересная Мне кажется Ее стоит обсудить Поэтому К нам сейчас подключится адекват Вот они Правила для вас Кто вдруг не в курсе Да там Модерировать свой твитчат Можно монетизировать стрим Донатами и субскриптами Но больше ничем нельзя Там Дота ТВ Нужно С минимум Семиминутным дилеем На стриме Стримить без Оскорбительного языка Вот Название поставить Баннер поставить Логотипы всего Поставить тоже В общем Довольно Довольно много Всяких правил Вот я хотел адекватно Сейчас послушать Рустам Привет Спасибо большое Что подключился И сори Что пришлось Немножко подождать Ты тут Слышишь меня Нет Так Да Немножко тихо Правда Привет Это мне тебя увеличить Наверное Как-то надо Да в дискорде Ну можно Просто рейд кликом Так Сейчас Вроде получше Супер Привет 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 Да А я как раз Тебя сейчас Нам на камеру Включу Чтобы тебя тоже Было видно Во-первых Спасибо большое Что подключился Кстати говоря У тебя вебку Что-то я Не вижу К сожалению Ладно Мы тогда Сейчас по-другому Сделаем Мы тогда Сделаем Вот так Ссылку Может не ту Скинул Может быть Да Скинь Пожалуйста Сейчас я проверю Во Вот это По-моему Та Которая нужна Супер Сейчас мы Тебя покажем Так Чё хочешь сначала Обсудить Сначала Китай Хочешь Обсудить Может Или Сначала Давай Веди Веди эфир Любую А можно Я тебя попрошу Единственное Что В этом В OBS Ниндзе Выключить микрофон В настройках А то у тебя Сдвук дублируется Из OBS Ага Всё Всё Супер Ну давай Начнём тогда С комьюнити Каста Давай Потому что Мне кажется Тема интересная Об этом говорил НС Об этом говорил Ты как бы так Слегка Слегка в поддержку Ему Высказался Чё Тебе не нравится В текущих правилах Которые есть Как бы ты вообще Организовывал В принципе Такие вещи Потому что Я так понимаю Ты в том числе Планировал Этот мажор У себя стримить Ну какие-то матчи Я бы хотел Наверное Врываться И показывать На своём канале Собственно Сперва Сразу с позиции Кова моя позиция Я в общем За то Чтобы турнирный организатор Если он сам проводит Непосредственно турнир Или студия Которая выкупает права У турнирного организатора Защищали свои права Способами Которые В общем Им позволяют Valve Так или иначе Да То есть Это там Установкой Дилея Дота ТВ Необходимого Там Да Там Паннеры Если надо Название трансляции Кидывать статистику То есть Это всё прям Хорошая работа Студии Там Потратившие деньги То потратившие деньги На организацию В том числе Турниры должны В общем Свои деньги Каким-то образом Отбивать За счёт рекламы Моя позиция Как бы Тут надо это понимать Вопрос Что конкретно Мне не понравилось Випле Это Подход к реализации Этих правил Да Как мы знаем Valve анонсировали Рекомендации К тому Как В общем Должны работать То с Комьюнити кастерами Понятно Что в духе Valve Было Достаточно Ну знаешь Нечётко Да Эти правила Расписать Они расплывчатые Их можно трактовать По-разному По-всякому Абсолютно И поэтому К этим правилам Есть вопросы И каждый ТО Эти правила Трактует Как он хочет У нас вот Было там Несколько примеров Да После вот Того как Valve анонсировали Эти правила У нас были ТО Которые вообще забивали Говорили просто Стримчез Дота ТВ Главное Никакой коммерции Всё будет окей Некоторые там Просили ставить задержку Дота ТВ чуть побольше Там да Нажимать паузу И выжидать Виплей же Почему собственно Там NS включился Почему я его В каком-то Какой-то степени Поддержал Виплей же сказали Что нужно на самом стриме На своей трансляции Ну грубо говоря В OBS Ставить дилей В 7 минут В 7 минут В моём понимании Да Почему я с этим Не очень согласен Хотя это опять-таки В правилах вальт Надо это подчеркнуть Потому что Тут какие комьюнити кастеры Это ну в общем-то Те ребята У которых есть Какое-то своё Локальное небольшое сообщество Или большое сообщество Которое приходит Посмотреть игру С комментариями Именно этого человека Допустим Да Ну или просто Да Его контент И соответственно Они Ну это в том числе Это идёт общение Непосредственно С самим вот Комментатором Стримером И так далее Взаимодействие С своей аудиторией Ребята из Виплей Устанавливают такие правила Это взаимодействие Напрочь Просто убивают То есть Ничего подобного Ребят То есть да Никакой коммуникации 7 минут дилея С чатом Ты общаться Никак не можешь То есть ты Фактически просто Превращаешься в пирата С невыгодными условиями Ты не комьюнити кастер Ты пират С невыгодными условиями Вот и всё Именно поэтому Мне эти правила Показались несколько Ну Too much Да То есть они вот Как я это выразил Как я это сказал Они пошли по верхней планке Рекомендации Valve По верхней планке В то время как Сикапур Мейджер Там по средней планке Да Устанавливал там Свои какие-то правила Ну причём Насколько я понимаю Основная претензия Даже не в том Что там Надо что-то много чего делать А именно то Что нет лайв взаимодействия Со своим чатом И как будто теряется смысл Вся этой трансляции Да я правильно понимаю Твою логику Да 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 То есть баннеры поставить Это не сложно Почему-то все именно Вцепились в эти слова Ну там скорее Это больше Наверное Ярик говорил О том что вот именно там Баннеры какие-то ставить надо Нет баннеры поставить Это абсолютно не сложно Название трансляции Не сложно Там в чате Какую-то ссылку На официальную трансляцию Поставить Это тоже не сложно Это делается в два клика И потом это даже Убирать не надо Ты это каждый раз Не устанавливаешь Она у тебя всегда есть Проблема именно Вот в этом Отсутствии взаимодействия Своей аудитории Ну 7 минут дилея Ребят Ну вот ты действительно Ты уже не стример Для своей аудитории Ты просто пират Который забирает Действительно какой-то контент И причем Это делает вообще Теперь непонятно Для кого Для чего И зачем это нужно Вот поэтому А слушай А если ты будешь Ставить паузу Просто в лобби Ты же можешь поставить По сути на паузу На 7 минут И потом продолжить Или это фигня И так это не будет работать Вот это Как будто бы Можно было сделать На Сингапур Мейджор На других турнирах По-моему от ESL Сейчас точно не скажу Каких-то так можно было сделать И это нормально Это окей То есть стример С нулевым дилеем У себя стримит Общается с аудиторией В DotaTV он там ставит паузу Отсчитывает какое-то время Там да Или сами организаторы В DotaTV ставят дилей Там в 10 минут И все окей Все работает Человек общается С своей аудиторией Стримит матч Там какие баннеры Не баннеры нужны Это уже там вопрос 10 Здесь вот именно Теряется вопрос Потерян вопрос С коммуникацией Вот и все Вот именно этот момент Мне не понравился Только вот эта одна часть Все остальное Как бы все окей Это дела в Vplay Как они там Ну устанавливают Эти рамки Эти правила И вот даже текущие правила Которые есть На момент их анонса Да там на сайте Vplay Они тоже как бы окей По мнению Valve Но они лишают Вообще всяческого смысла Ну врываться И там комментировать Какие-то матчи Обозревать какие-то матчи Потому что Ну я в этом смысле Уже не вижу 7 минут дилея Ну как мне общаться с людьми В телеграме что ли Переписываться Ну да и все-таки там Да если ты много матчей Стримишь Ты под конец с ума сходишь Потому что ты как будто Просто в Ну Все отдаешь Отдаешь И ничего нет вообще И у тебя если еще И сокастера нет Вообще мне кажется Может с ума сойти немножко Ну да Да Слушай А такой вопрос Мне реально интересно Ты как бы Стример довольно популярный И у тебя зрителей много И я так понимаю У тебя и спонсоры Зачастую есть на трансляции И может быть их даже несколько Когда например Организаторы Просят добавить Ну вот у тебя Может какие-то Бывали уже ситуации Что там я знаю Что у бейтеров могут быть Да какие-то конфликты То есть например У турнирного организатора Один бейтер У тебя на стриме другой Как вообще такие ситуации Ты менеджил И там твои спонсоры Как-то на это реагировали Вообще бывало такое Что тебе говорили там Нет не надо Вот с такими спонсорами Там транслировать Ну В общем Я-то популярен Только в части там Обозревания Каких-то китайских матчей И не более того И поэтому у меня Здесь там Разговор довольно Короткий И с моими рекламодателями И с турнирным организатором С которым общаемся напрямую Я спрашиваю Что хочет ТО Зачастую китайские ТО многого не хотят Вот Типа Спрашиваю там Нужны Можно ли те летельные баннеры Ставить Либо да Либо нет Соответственно Если я получаю Где-то ответ нет Я прихожу к своему рекламодателю Говорю Что вот баннеры На таких матчах Стоять не будут Все На DPC допустим Я условно Какие-то матчи DPC Perfect World Брал Отключал всю рекламу На трансляции Просто комментировал И мои рекламодатели Все прекрасно понимают Никаких претензий нет Так работает Просто общение Со всеми сторонами Со всеми контрагентами Это здорово Это здорово Что так оно работает Ну я с тобой на самом деле Прям очень согласен То есть мне вот как раз Позиция Несса Не так близка была Именно потому что Ой так сложно Добавлять баннеры И так далее Ты такой блин Да на самом деле Ну вот единственное Знаешь Единственное опасение Которое есть с баннерами Это то что это может быть Какой-то конфликт спонсоров И там твои спонсоры скажут Нет не надо стримить Да или Ну в общем какая-то такая ситуация возникнет Но блин Добавить баннеры И просто стримить Какая разница Ну плюс-минус Да там какие у турнирного Организатора баннеры Тем более обычно У турниров крайне редко Мне кажется Больших там мажоров И так далее Какие-то знаешь Там есть сомнительные спонсоры Которых ты Не хочешь себе на трансляцию Ну и так Мы прям конкретно Сейчас скорее всего Вот на текущее время Говорим о конфликте беттеров Только и все То есть либо это там Париматч джибет И вот Ну там Может быть Может быть Ну сейчас да Хотя я думаю Там знаешь Через несколько лет Когда Ну активно заходят Разные просто Увиплеи Мне кажется Как раз Есть как это Нонэндемические Да спонсоры Это называется По-моему Когда Ну все-таки Не связано С непосредственно тем Что происходит на экране Какой-то есть такой спонсор В общем ладно Я тебя понял Давай перейдем к Китаю Аналитику я твою почитал Давай Давай обсудим Что вообще как Насколько ты там Не веришь в IG С их заменой Да Потому что на прошлом мажоре Например Замены как будто Командам не мешали особо Как ты думаешь Они не мотивированы Или им все равно Они будут разваливать Ну смотри Давай Костательно там Замены не мешали Но Астер это сильно помешало Отсутствие Блокия Ну Астер да Хотя опять-таки Может не на этом мажоре Такой результат покажут В лучшем случае Возможно Но мне кажется Что он будет явно лучше Чем Хотя бы так Давай так Качество игры будет явно лучше Чем это было Да С непосредственной заменой Вот Касательно IG Ну ребят Сразу было видно Их позиция была сразу ясна После того как они После первого мейджора Приехали Они немножко отдохнули Там вот этот был большой дилей 14 дней Когда они вообще не выступали Ни на Айлиге Ни на ДПС И давали перерыв То есть проводились матчи ДПС Не с теми командами Которые участвовали на первом мейджоре И вот первая игра IG И там сразу было видно Что желания особо стараться У них просто нет Да Чемпионы понятно Там прямой инвайт На интернешнл Все клево Все классно И вот так вот они как-то В развалочку непосредственно Играли второй сезон Еле-еле они прошли Соответственно на wildcard Сейчас они еще приезжают Там с заменой Вот я скажу так Что я больше опасаюсь Не столько сколько замены В составе IG Что из-за замены Они могут плохо выступить Сколько вот именно Из-за того Что у них после первого мейджора Вообще отсутствует Какая-либо мотивация Что-то кому-то доказывать То есть все мысли Все идеи Понятное дело Они там остаются На главный турнир этого года Соответственно сейчас Ну Выступить могут они По-всякому Да То есть мы знаем IG Я писал о том Что это команда Которая именно Умеет преодолевать Большие марафоны Имеет за короткое время Готовиться к конкретному Другому сопернику Если IG вдруг захотят На этом IG хорошо выступить Они выступят Я вообще не удивлюсь Что их там топ-2 В wildcard Что они групповую стадию Пройдут и попадут в плей-офф Этому я вообще не удивлюсь Мне кажется групповая стадия Будет намного проще Чем вообще Для всех чем wildcard Ну по крайней мере Пока так кажется Может быть знаешь Это субъективное ощущение Но блин Там такой wildcard С двумя слотами Всего лишь Тут кто угодно Может не пройти Мне кажется Знаешь любая команда мира Может провалиться Там мне кажется Ну да Абсолютно верно Вот что касается Там то что супер Вместо Оли играет Супер чувак Который там передравчивает Все топы практически Да Разных регионов Отыграть на пятерке Подсуппортить Fly-fly Это не будет большой проблемой Да у него там Отсутствует турнирная практика У него последняя турнирная игра Год назад по-моему В паблике он там Чуть ли не 7 месяцев назад Играл последний раз То есть кнопки Возможно он нажимает Не так хорошо Как ланэм Да играющий тренер Но больших изменений В структуре игры В понимании мета В драфтах Особенно там В геймплее В стадии там После early game Вообще проблем быть не должно У IG Я думаю что Если они как раз таки захотят Они пройдут этот wildcard Другой вопрос Что именно общее состояние команды Не взирая на замену Оно было довольно такое Шаткое В развалочку ребята Прошли на wildcard Поэтому в принципе Если они не особо настроены будут Они могут и успешно Этот wildcard залить Но мне почему-то кажется Что раз они приехали на турнир Это все еще IG Все еще там Не проиграть Nigma и Secret Они вполне себе справятся Да просто Зачем с другой стороны Тебе ехать на мажор Это все Знаешь все эти страдания Чтобы что Чтобы приехать Отлететь здесь в wildcard Ну очевидно Какая-то практика Все равно потом же Там же будет перерыв После этого Правильно между китайскими командами И не китайскими командами Какие-то ESL'евские будут Турики я так понимаю Но такой практики получить И турнирный против Secret Против Nigma Да это все равно мне кажется Не лишнее Давай по другим командам Пройдемся Что по ВИЧ Что по Что по Астер вообще Что по LGD Добавлю только еще момент Да что у IG Был шанс вообще не напрягаться Там один из матчей Решающих просто залить Когда они играли Кругловую в регионе Но они там Два подряд матча выиграли Очень важных Для них чтобы отобраться На wildcard Они его выиграли Ну то есть Надо понимать Что они захотели И они это сделали Против не самых простых команд Против Elephant Против кого-то они еще обыграли Ну вообще ладно С IG понятно Что касается ВИЧ Ну ВИЧ Вот там Давай сразу в одну копилку ВИЧ Астер LGD Да Какие бы у них подъемы И спады не были В течение сезонов То первого Что второго Это все еще Та тройка команд Которые Занимают свои первые Там три Лидирующие позиции Грубо говоря Да Ну где-то там IG Тоже встревают Это что касается Подтвердилось у нас Там вот второго сезона DPC А и лига Какая бы она ни была Сколько бы к ней Не было вопросов Ну я думаю Ты слышал да Про эту лигу Где все топовые Китайские команды Играют такие же Как которые на DPC Да Там тоже Четверка топовых команд Она такая же Как и на DPC Это говорит о том Что на дистанции Все-таки ребята Отрабатывают И результат свой показывают То что где-то Астер хорошо стартовали Во втором сезоне Этого запаса Хватило занять топ-1 Они под конец Немножко там Сбавили оборот LGD наоборот На винстрики Закончили Да Очень хорошим Проиграв там Буквально за 12 матчей Одну серию То есть все еще В очень хороших формах Я очень рад Что добрались Наконец в полных составах Уверен что Вичи там Так же легко Как они в прошлый раз Проходили Вайлдкарты И групповую стадию Тоже должны проходить Единственное что Вот когда мы говорили Про первый Сингапур мейджор Мы фиксировали Вот две команды Которые начинали С одинакового этапа Это LGD Вичи С вайлдкарты И они шли-шли-шли Через групповую стадию До плей-офф И если Вичи шли Вот так Вот так И упали К плей-офф На восьмое место Где сил вообще не осталось Где уже Даже там Малыш по Юйо Допускал Очень много ошибок Тогда где бы он Не допускал ошибок Там в онлайне Допустим Да Или на вайлдкарте Ори там Да Не доигрывал То LGD наоборот Сил хватило И они там Добрались До топ-3 Вот Поэтому Вичи гейминг Скорее марафоны Это наверное Чуть хуже Им бы наверное Хотелось все-таки Пробраться Сразу в групповую стадию Чтобы в плей-оффе Хорошо выступить И им нужно это сделать Потому что им Нужно по-моему Минимум восьмое место Занимать Чтобы соответственно Поехать на Инд Напрямую Вот Но что касается Там первых двух этапов Алдкарте Круповой стадии Вичи гейминг Должны без проблем Справляться Я удивлюсь Если они не справятся Вот Астер у нас Ну с Астер понятно Да От Астера мы желали Хороших результатов Даже на Сингапур Мейджоре Не приехал Бобок А ты думаешь Если вот в своей Пиковой форме Астер IG Ну словно там Знаешь Они обе готовились Они обе стараются Они приехали на Интернешнл Кто бы ты сейчас знаешь На кого бы ты поставил деньги Что они выше Займут место на Инте Астер или IG Да Ну Астер выше чем IG Астер выше чем IG Да Да Но если ты мне скажешь Например Сравнишь любую команду с LGD Скажешь LGD все равно Займут место выше Чем любая китайская команда То есть LGD круче чем Астер и IG Но из Астер и IG Круче Астер Да Да Вот так вот Интересно Потому что По расположению Получается в Китае Там немножко оба раза По-другому Да было Что LGD в итоге У нас так ни разу Первое место в Китае не заняли Даже Ну вот второе Да Только что они получается Да Прикольно А почему такая вера в LGD у тебя? Как показывает практика Это же просто Многолетний опыт Просмотра с китайскими командами За этими игроками И Ну хорошо Игроки там поменялись Да В сравнении например с тем Что было на 9-8 Но как выступают команды На дистанции Это видно Что LGD все равно Перебивают То есть вот например На первом сингапурском мейджоре Там очная встреча между IG И LGD была Она закончилась со счетом 2-1 В борьбе Но при этом надо отметить Что LGD до этого Как бы прошли Ничего себе Такой марафончик С вайлдкарда И то есть понятно Что силы не безграничны И немножко не хватило Буквально в одну карту А так бы Попадись LGD там С IG в финале Я уверен что LGD бы тоже IG размотали Вот Поэтому мне кажется Что если уже мы говорим Об Инте То LGD для меня Сейчас самая топовая Китайская команда Как ни крути на дистанции Это Ну мне кажется Это будет заметно Хорошо Спасибо тебе большое Слушай последний вопрос Я вот тебя хотел Спросить Это для нашей Как это Для зрительской интеграции В том числе Как ты думаешь Вот вопрос такой Тебе как эксперту по Китаю Но я человеку Который уверен С Европой Тоже знаком Не понаслышке Вичи Сикрет Вичи Нигма Как в Бо 2 Эти встречи закончатся Ну Вичи Сикрет 2.0 В пользу Вичи Да Вичи Нигма 1.1 Наверное Вот так вот Вот так 2.0.1.1 Прикольно Прикольно Слушай Ты то есть в Нигму Веришь сейчас больше Чем в Сикрет Да По текущей форме Нигма По тому что они показывали В сезоне Мне кажется Что они готовы лучше Чем Сикрет К этому wildcard Я в принципе Своё ранжирование Которое делал По wildcard В телеге Я Нигму ставил На топ 2 Выше чем IG IG топ 3 И Сикрет топ 4 Потом экзекрэйш Потом гамбит Да Да Вот так вот Мне кажется Что Нигма готов Чуть получше Хорошо Слушай Спасибо тебе большое Было очень интересно Тебе послушать Надеюсь Мы еще может Китай как-нибудь Обсудим с тобой Всё давай Тебе хорошего дня Было очень здорово Тебе послушать Вам тоже Пока-пока Пока Так Ну что друзья С адекватом Тоже поговорили Спасибо ему За это включение По Китаю Мне кажется По Китаю Прям всегда очень полезно И интересно Потому что Ну на самом деле Есть люди Которые просто годами За этим регионом следят Я знаете так Местами То есть я знаю его силу Я понимаю его силу Я просто не всегда В это время вообще В принципе в сознании Нахожусь Пересматривать китайские матчи Когда прям сейчас идет Европа СНГ не всегда получается Поэтому мне кажется Очень здорово Послушать Друзья Еще несколько есть новостей Которые я с вами хотел обсудить Но тут просто последний Наш гость сегодняшний Вот он так долго ждет уже И речь не о Фобе Сейчас мы Мы сейчас его красиво Сюда выведем Так Это убираем Это убираем Такс Виталий Вы меня слышите? Виталий Да-да-да Здравствуйте Здравствуйте Как ваше ничего? Рассказываете У меня у меня все отлично Все прям великолепно Лучше не придумать Мажор начинается не в 4 утра Что-то может быть Так Так Просят Вилата погромче Я не знаю, ребята Вы цитируете, так сказать Название или просите Но я все равно сделаю Погромче Да, короче Не обращай на это внимания Вот это хоть раз в жизни Кто-то бы по делу написал Было бы отлично Я себя проверил Я не должен звучать пихо А что ты футболки Na'Vi сегодня В честь чего это футболки Na'Vi Вообще Я дома хожу Футболки Na'Vi Чтоб всегда было близко к себе Ну ладно Это ж фирменная футболка Это ж фирменная футболка Из, по-моему, да Из Шанхая Это ж Я не буду так вот показывать Чтоб спонсор здесь не вылезал Но это типа фирменная футболка Шанхайская Эксклюзивная коллекция И так далее Именно такую Кто-то из вас может выиграть Но это потом Это в фэнтези? Фэнтези, фэнтези, да Слушай, я хотел тебя расспросить У тебя какая-то, по-моему, Абсолютно эпичнейшая история Взаимоотношения вообще с фэнтези Ты там Ну ты же вообще лютый задор, да, фэнтези? Не только в киберспорте, в принципе Можешь немножко об этом рассказать? Могу Я в фэнтези Вообще Через фэнтези У меня любовь к большому спорту пришла И к некоторым видам спорта Я прислался Именно после того, как начал играть в фэнтези То есть С 2004 года я играю в фэнтези 2004 год Это как только я переехал в Киев И узнал, что есть такой сайт, как Yahoo Известный yahoo.com Где уже, ну, собственно, американская культура фэнтези Она давным-давно развита Где были лиги по NBA Я тогда немножко увлекался NBA Там, Коби Брайант и так далее Все вот эти дела Старые крутые игроки Я там какие-то статьи читал Какие-то отрывки смотрел Тут узнал про такую штуку, как фэнтези И увидел несколько... А ты всегда был, да, по спорту прям очень, как бы, помешан Еще в юности даже Да, 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 да По спорту я там с 8 лет То есть С раннего-раннего юного детства Ну, у меня отец был, как бы, да, такой человек Который все виды спорта смотрит И вот, собственно, я вместе с ним смотрел Поэтому, когда я добрался до интернета Мне было интересно, знаешь, с каких сторон можно вообще спорт познавать И вот тогда я узнал о существовании такой штуки, как фэнтези На примере американских лиг в 2004 году начал играть И я понял, что фэнтези это штука Которая тебя, ну, настолько вовлекает в сезон даже неинтересный тебе В турнир даже неинтересный тебе Что после этого я в какие только фэнтези не играл То есть, если взять, например, последних 2 года Только 2 года Я играю и в платных лигах И в бесплатных лигах Я играю в трех баскетбольных лигах В одной хоккейной, в одной бейсбольной В двух велоспортивных Я играл фэнтези по КСу на каждый турнир игра Я играю по доте Короче, я играю во все фэнтези, в которые можно Нужно, знаешь, фэнтези по толке Но чтобы было фэнтези по фэнтези Потому что Фэнтези по фэнтези Вот в такое я бы тоже поиграл На самом деле, это прикольная штука Почему, объясняю еще раз Ну, то есть, например, если вот У тебя же есть, да, зрители, которые доту особо не смотрят То есть, да, которые смотрят там очень редко Которые понятия не имеют, кто такой там пив Кто такой по-йо-йо И кто такой мэйби, да Вот если вы хотите хоть как-то, чтобы вам было Интереснее смотреть, когда нет Нави, а вы, например, болеете за Нави Вы играете себе в фэнтези, либо там В однодневку есть такой фэнтези, где ты просто Составься на один день, выбираешь и болеешь Вот за этих 5 чуваков Выбираете себе команду, набираете ее И следите конкретно за ними Переживайте, чтобы они круто отыграли Поверьте, это работает Даже если ты с другом на пиво поспоришь Что давай там, или там, не знаю На пачку сока Давай у кого будет больше очей по итогам дня Тот выиграл пачку сока Это уже круто Это в разы даже круче, я бы сказал За азарт от отставок Некоторым людям, да, вот кому нельзя 18 лет отставить Нельзя пока по закону Фэнтези, пожалуйста, играй на здоровье Как бы это не азарт Это действительно развлекаловка Поэтому мне это нравится И вот за счет этого я очень сильно полюбил Разные виды спорта Разобрался в многих игроках То есть начал узнавать про этих игроков Все больше и больше за ними смотреть И вот так вот ты через смотря Ну спустя много-много лет Ко мне пришла идея Так как Valve ничего не делают Что вот надо вот какой-то фэнтези замутить Потому что, блин, я и так этим занимаюсь Чего никто в доте не сделал нормального фэнтези Я просто не понимаю Так что вот такие какие-то у меня сложные отношения с фэнтези Или веселые Слушай, вот вы, а вы эту приложуху Я просто знаю, что вроде как в App Store, например, там Паша Дуров рассказывает Что очень непросто в App Store там обновляться, добавляться и так далее Вы вообще это, это было сложным Сложные процедуры вообще вашу приложуху эту Фабфайп туда Закинуть и разработать И сделать вот это вот все То есть я вот, да, рассказывал, что я в баскетбол играю в фэнтези И у нас есть лига 16 человек То есть это 16 ребят Из разных частей Украины И не только Там есть из Польши, из Швейцарии люди И так далее Но мы настолько давно играем в этой лиге Что мы тупо каждый год встречаемся вместе На живой драфт там, да Где-то в каком-то ресторане Мы вживую общаемся 3 часа Выбираем себе игроков Ну там есть правила Ты не можешь брать тех же игроков И вот эта компания Она уже настолько стала сплоченной Что мы уже, знаешь, друзья на протяжении 10 лет И в этой компании уже внутри завязываются какие-то связи Кто-то там киберспортсмен, как я, да Там с киберспорта Кто-то там спортивный комментатор Кто-то программист Кто-то PM и так далее И вот именно в этой компании У нас собрались 3 человека С которыми я хорошо знаком И мы такие, типа, блин А что нет фэнтези по доте? Ну типа, ну давай друг с другом поиграем в фэнтези по доте А давай Один говорит, блин У меня есть программист знакомый Второй говорит, блин, а я PM неплохой Третий говорит, а я Data Science занимаюсь И мы просто сели вчетвером Создали чатик и скрипали приложуху На самом деле на нее ушло где-то, ну, месяц Работы не то, чтобы очень много У нас были переживания, что ее не добавят в App Store Мы когда ее изначально добавили в App Store Мы в самом приложении прописали призы Нам App Store ответил, что нет Этого нельзя делать Если есть призы, это уже, типа, какой-то там гэмблинг По американскому законодательству В общем, убираете из приложения призы И полетело Мы убрали, и через 15 секунд это было добавлено У нас с Google было на два раза больше проблем, чем было с Apple Поэтому вы на второй сезон На второй, на второй мажор вы добавили призы Уже вне фэнтези, правильно? Добавили, да, вне фэнтези, да Внутри приложения мы просто не можем об этом писать Потому что по американскому законодательству Это считается уже гэмблингом То есть ты как бы играешь и можешь что-то выиграть То есть даже если это бесплатно, все равно это гэмблинг Соответственно, мы внутри приложения об этом писать не можем Но да, какие-то минимальные призы выиграть можно Можно, но опять-таки, повторюсь, это ни в коем случае не коммерческий проект, да, там нет никаких рекламы, баннеров, ничего, это чисто приложение, чтобы поиграть в фэнтези, поэтому призы, ну, не самое главное, да, мы там скинулись, купили там каких-то клавиатур, футболок, еще чего-то, людям будем отправлять. Что за первое место, кстати, будет в этот раз? Если честно, я не помню, если честно, я знаю, что у нас есть очень важная штука, которую я в прошлом году, в прошлом на Бажоре изыграл, а по-моему, за первое место у нас набор клава-мышка-наушники, за трое место просто клава-мышка, за третье наушники, и там еще куча аркан там, с четвертого по десятое место, но есть главный приз, его в прошлом году я разыгрывал среди восьми человек, я его еще не до конца собрал, но я его отправлю, есть такая штука как гифтбокс, то есть это коробка, в которую я буду запаковывать очень много разнообразных, прикольных плюшек, то есть это разные плюшевые игрушки с интернешнала, это футболка Virtus.pro вот в прошлом. Разбитый монитор пупеем, да, ну короче, артефакты замените дотерские. Типа того, да, вот этот пин с интернешнала с посетителя, не распакованный с 2019 года, то есть очень много вот таких вот полезняшек, и этот гифтбокс я разыгрываю среди всех людей, которые вот в фэнтези по итогам мажора будут выше, чем я. Все, кто ниже, как бы сорян, ребята, ну вы недостойны. А ты же рассказывал, это же твоя первая была выигранная фэнтези, да, за все время на прошлом мажоре? Да, 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 я никогда в жизни не выигрывал фэнтези, я 20 лет в него играл, я ни разу не выигрывал, и я вот на прошлом мажоре выиграл фэнтези среди всех наших талантов и был на девятом месте, в принципе, среди 5000 участников. Ну, посмотрим, как будет на этом мажоре, я надеюсь, крясь лицом не выпаду, как Витя Гэтхант, к примеру. Смотри, я вот сейчас открыл на экране, у нас есть список всех коров, которые есть там с разными, банк 50 баксов изначально, правильно, вот у нас есть стоимость. Кстати, в ВП, я так понимаю, авторские права, да, не разделили, поэтому они идут как-то в ВП кэри. Да, да, ВП нам написали, мы написали, ВП нам написали после того, как мы опубликовали приложение, что мы не хотим, чтобы никнеймы наших игроков были в этом, типа, мы спросили, а почему, они говорят, ну, это нам не несет никакой пользы, скажите, что нам с этого будет, что наши игроки будут там, вы говорите, ну, ну, как бы, ничего, люди будут их драфтить своей командой и так далее, ну, нам Virtus.pro ответили, мы против, как бы, уберите наш логотип и никнеймы, мы такие, ну, ладно, окей, хорошо, то есть. В принципе, это не столь важно, как бы, все так прекрасно понимают, кто играет на кэри, кто играет в миг. Блин, это было все время, помнишь, была Песка, по-моему, старая, когда у них не было авторских прав на футболистов, и там были Бакхимы, Зудины, там, и так далее, типа, Роуни. Мы тоже так думали, мы думали, знаешь, задом наперед написать, типа, ну, либо написать просто эпилептики, но он же уже не эпилептики, но так что, получается, мы можем эпилептики, да, ну, в общем, так и так, в принципе, понятно. Да, ребят, основные правила, смотрите, вы регаетесь, у вас есть бюджет 50 баксов, каждый игрок стоит определенное количество денег, вам надо добрать 5 игроков в сумме, чтобы не перелезть за эти 50 баксов. Все, в принципе, очень просто, состав можно, и даже не просто можно, а нужно менять. Иначе не будет работать это все, да, на каждом этапе нужно менять. Ну, оно может работать, да. Слушай, я со своими перуанцами ехал прям до самого последнего дня, и, блин, перестали они ПТСики приносить. Слушай, а как вы... Не плохо ехал. У меня вопрос, почему, например, вот я смотрю список коров, почему 12.5 дают за Nightfall, эпилептика, короче говоря. Почему, ну, то есть это вы сами решаете стоимость игроков или как? Да, смотри, как я уже сказал, один из ребят, с которыми мы разрабатывали предложение, он Data Scientist, то есть это человек, который работает с датой, к тому же он большой поклонник Доты. Соответственно, мы на прошлом мажоре это тестили, мы взяли огромный спектр матчей за последних там два года каждого игрока, взяли все параметры, по которым зарабатываются очки фэнтези, отсортировали, поделили и так далее, и вывели формулу, по которой приблизительная должна быть оценка каждого игрока. Она опять-таки, она очень приблизительная, то есть в прошлом году один из самых дешевых саппортов, который стоил 8 крит, набрал чуть ли не больше всех очей. Соответственно, тут вы тоже можете нас надурить, опять-таки, как бы над этим думал по сути один человек, если вы умнее, пожалуйста. То есть это, короче, это вы не субъективно решали, типа у кого круче игрок, а просто по статье сколько кто давал, это математика, там ничего кроме нее нет, да? Да, чистая математика, абсолютно никакого субъективизма, абсолютно чистейшая математика и ничего кроме нее. И что самое интересное, вот эти цены, которые вы видите сейчас, эти цены работают на вайлдкард, эти цены перед групповым могут измениться. Опять-таки на основе статы, которая будет. Да, опять на основе статы, на основе того, что, ну, грубо говоря, у вас есть сейчас Пойо-йо, да, из Вичи Гейминг, который на фоне вайлдкарда это супер монстр и один из лучших кэрри из этих шести, но на фоне там группового этапа из восьми команд он уже не супер монстр, соответственно, его цена может чуть-чуть упасть и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, вот такие колевания тоже будут, но состав, да, надо менять после вайлдкарда, после группового и после каждого дня мейн-эвента, если вы хотите заработать максимально много. Короче, первый состав надо собирать только из вайлдкарда, правильно, да, на первый этап? Да, первый состав только из вайлдкарда, соответственно, у вас вот есть шесть команд, из этих шести команд набираете себе игроков и смотрите, сколько они за вайлдкард заработают тачей. после каждого раунда, который закончится, мы будем присылать там push notification, мол, чувак, обнови свой состав, wildcard закончился. О, мне не помешает. Пупей, вылетел, а он у тебя в составе. Ты что делаешь, друг? Так что вот такое будет. Смотри, два вопроса к тебе осталось. Первый. Как ты лично советуешь человеку, который вот я, например, никогда не интересовался в фэнтези, я так поиграл пару раз, но мне на дистанции не хватает сил обычно, но не суть. Как лучше собирать? Брать пару суперстаров, а остальных добирать бюджетно? Или все плюс-минус должны быть там в районе десяточки? Как ты обычно собираешь себя? Я обычно собираю по среднему. Есть разные стили игры, опять-таки. В прошлом сезоне как раз-таки парень, который вошел в топ-3, он играл по системе. Ты берешь суперстаров и вокруг них собираешь очень дешевых саппортов, там набираешь. Которые не будут сильно терять очки, да, типа из серии. Да, да, да. Которые там не умирают по 15 раз, потому что если саппорт умирает 15 раз, все очень плохо. То есть какого-то саппорта, который там играет с ревого. Что-то такое, но недорогого. Я играю по-другому, я набираю средних. То есть я не беру дорогих игроков. То есть за 12 с половиной, ну, 12 с половиной это дорого, объективно. То есть, да, ну, посмотреть там на по-ю-е, ну вот по-ю-е это единственный, кто за 12, кого я бы взял, там, например. А остальные, мне кажется, мало вероятного, что по-ю-е опять-таки фармит. Поэтому моя стратегия, как я играю, это набирать средних. То есть набирать действительно людей в ренже от 9 до 11. Не брать сильно дешевых, не брать сильно дорогих. И это работает. Причем в этом сезоне мы еще удешевили в общем игроков, потому что в первом сезоне у нас были люди за пятнашку. У нас Матумба 15 стоил, например. Чтобы людям было проще собирать. Из-за того, что был большой разброс цен, люди, ну, не так много вариантов было собрать команду. Так что делайте, как хотите. Мы сделали возможным и потестим, например, взять полный состав Сикрет, если хотите. Либо взять полный состав Нигмы, если хотите. А то есть сейчас сейчас можно за 50 баксов собрать состав любой команды? Ну, из тех, кто в Wildcard, да. Ты можешь собрать состав Вичи Гейминг. Но, как сегодня факер написал, «Хэй, я собрал состав Вичи Гейминг, всем жопа». Проблема в том, что в фэнтези, если твои игроки выигрывают 2 по 15, это плохо. Тебе надо, чтобы они выигрывали сухо, чисто 40 минут, типа, да, из серии как-то так. Вот, чтобы они играли 50 минут, чтобы они фармили, много не умирали, но выигрывали. Вот это тебе надо. То есть твоя задача, чтобы они имели больше ГПМ, а меньше смертей, больше убийств. Это может быть вообще не связано с его там каким-то скиллом игрока конкретно. Есть игроки, которые самые, ну, не суперскилловые, но приносят бешеные фэнтези очки. Например, на прошлом Интернешнале чуть ли не больше всех фэнтези очей приносил флай из Evil Geniuses. Соответственно, ну... Фух, я уже думал, Лолуэйсон на флай, думаю, он же вроде в аналитике там был. Нет, этот только в дно загонит. Поэтому думайте, ребят, как кто будет играть, там в приложении все рейтинги расписаны, но, опять-таки, очень рекомендую вам с вашими друзьями заводить такие себе внутренние лиги. Мы скоро в приложение, кстати, добавим возможность создания частных мини-лиг, чтобы вы с друзьями могли меряться составами, и это будет прикольная тема, потому что, ну, вот... Ты сам в курсе, как укажу, что у нас в офисе во время мажора происходит. Ну да, да, да. Ну что с лицом, чел, который поставил на ВИЧ, и там набрался трех-четырех, да. Слушай, а вопрос такой. Вы не думали, я просто в чате увидел предложение, оно, мне кажется, неплохое, что можно было бы фильтровать. Я просто вот смотрю уже, у меня на скриншотах просто там, знаешь, выбран в команду. ВП кэри 2,3%, на часа ВП мид 2%, я такой, так эти же все 2% не заработают ПТСиков. Или это такая защита, типа, от дурака, так сказать, что все игроки на любом этапе есть? Ну, наверное, ну, логично. Наверное, это логичное замечание. То есть, да, кто-то понабирал Абидо и так далее. Хотя, на самом деле, это же, возможно, так же люди понабирали состав себе на все раунды. То есть, ты можешь прямо сейчас взять себе состав и на вайлдкарт, и на группу, может, кто-то уже наперед себе понабирал. Ну, ну, да, я понимаю. А может, кто-то защита от дурака? Ну, да, просто, я так понимаю, что есть же... В сортировку надо добавить. В сортировку, мне кажется, можно добавить, хотя казуальные люди есть, которые, типа, меня такие, типа, все, я собрал моих мальчиков, пусть несут мне мои, так сказать, золотые яйца, все равно я этот вайлдкарт смотреть не буду, там одни ноунеймы играют. Что это такие вообще? Нигма, Вич, ИГ, фу-фу-фу, нет, смотри. Непонятная команда. Я буду ждать мажор, на котором сыграют Na'Vi, да, вот Виталий в этой футболке. Надо было добавить пятерку Na'Vi чисто для прикола и посмотреть, как много людей их выберут. Я думаю, много их тут. Причем, знаешь, там, типа, Дэнди Хвост, Артстайл, Дитяра и там, я не знаю, кого еще. Light of Heaven, я не знаю. Light of Heaven, да, это нормально. Виталий, ладно, последний вопрос, и буду тебя отпускать. Я знаю, ты теперь, как это, мнишь себя экспертом по Китаю? Правильно? Нет? Да, нет? Ты там посмотрел весь сезон? Я два сезона Китая комментирую, поэтому, да, я в Китае разбираюсь намного больше. Тогда давай, это прогноз на матч IGV, который будет в БО-2. Именно IGV? Они завтра играют или послезавтра? Нет, они послезавтра играют. Послезавтра они играют в последний день. Ну, смотри, оно очень сильно зависит, конечно, от того, что будет до этого, и давать прогнозы на этот матч очень далеко не хотелось бы, но все, кто смотрел этот сезон в Китае, все видели, как играет команда Invictus Gaming в этом сезоне. Команда Invictus Gaming играет, как я. То есть, они не хотят играть. Им впадло. Они уже на Инте. Они делают какие-то непонятные пики. То есть, они им очень сильно, ну, в развалочку подходят к этому сезону. И оно заметно. Под конец сезона они чуть-чуть раскрутились, и все-таки там нужные игры у Elephant выиграли, да, прошли сюда на этот мажор. Но, опять-таки, маленький супер. Ну, вот Рустам говорил о том, что он там 7 месяцев не играл. Ну, мы это обсуждали. Скорее всего, просто-напросто у него 15 фейков. Ну, играет он в Dota. Я не верю в то, что тренер китайской команды, которая сидит на буткемпе круглый год вообще в Шанхае, и которая здесь уже сидит, что он не играет в Dota. Да точно он играет просто где-то на каком-то непонятном аккаунте. Поэтому, я думаю, IG попадаются, прям очень серьезно попадаются, но вероятность того, что они отожмут в карту у Vichy Gaming, если Vichy это будет нужно, она крайне мала. Соответственно, это 2-0 Vichy Gaming, но, опять-таки, одно маленькое но. Учитывая, что матч послезавтра, если к этому моменту Vichy Gaming будет, к примеру, 8-0, да, то там может быть и ничья. Соответственно, на это тоже обращайте внимание, если будете нести туда свои кровные. Но, если это был бы первый матч, например, Wildcard'а, 2-0 Vichy Gaming без шансов. Хорошо, спасибо тебе большое, Виталий, было очень интересно послушать. Я видел в чате, все спрашивали, что за приложуха, поэтому, надеюсь, ребята сейчас это, кто не знал, кто сейчас пойдет еще скачает, поиграет, потому что это на самом деле прикольно. На мажоре, тем более, не так долго, как это, не успевает надоесть, там все прикольно. Спасибо тебе большое, давай, хорошего вечера, было очень интересно послушать. Все, все, давай, пока, Миша. Давай, пока. Ну что, друзья, в целом у нас осталось совсем чуть-чуть на сегодня. Давайте я вам так, это мы убираем. Что мы вам еще не рассказали? Что мы вам еще не показали? Так, интересно было, блин, я забыл, я хотел у Маши про это спросить. Вот, вот где бы я накалил, ребята. Вот давайте напомню вам расписание, кто вдруг не в курсе. Завтра мы стартуем уже, ребят, в 2 часа дня с матча Secret Gambit, с матча Vichy Gaming Nigma. Будет нереально огненная, вообще, очень огненный Wildcard будет. Вот. Несколько интересных, так сказать, моментов из соцсетей. Рассказываю вам, показываю вам. Цитата Евгения, так сказать, Шадовеха. Сможет ли Европа взять Major? Думаю, нет. Вообще нет. Думаю, Европа не сможет взять Major, потому что даже две самые сильные команды попали в Wildcard, а Team Liquid будет с заменой. Альянс сразу в плей-офф, но ты веришь, что Альянс может выиграть Major. Это вообще смех. Блин, надо было Машке этот вопрос-то адресовать. Тут такой от Евгения был мощный, так сказать, вброс. Что значит VP Carry? Это значит, Epileptic Kit, Виталий рассказывал, что VP весь состав просто вот VP Carry, VP Mid, VP Offlane и так далее. Это просто, ну, игроки Virtus.pro. Вот такая была интересная цитата от Евгения. ЛГС, да, буду. Я сейчас буду уже выезжать скоро, ребят, поэтому. Был вот такой вот пост от Lila и от Генерала про то, что они были готовы кого-то подменять, заменять. Честно скажу, я на это обратил внимание только потому, что мне было бы интересно посмотреть на Генерала в какой-то команде на этом мейджоре, но не срослось никому, в принципе, да. Замены уже не нужны. Все с заменами разобрались. Гамбиты нашли себе все, что нужно. И, соответственно, ребята же из IG сами решили своими силами. Понятно, что китайским командам не особо нужна была помощь, я думаю, от СНГ игроков. Ну и, кстати говоря, хотел вот у вас еще чат спросить. Тут у нас легкая интерактивная история. Не знаю, видели вы этот арт или нет. Очень крутой арт нарисовали ребята под этот анимейджор. Каждый игрок, да, игрок каждой команды в изображении какого-то анимешного персонажа. Я узнал здесь только Эша сверху слева. Я узнал здесь Наруто в костюме TNC, кто вдруг не видел. Я узнал здесь... Это справа по центру. Это кто в LGD? Это Алхимик или нет? И Demon Slayer, да, по-моему, справа снизу. А, и One Punch Man у Нигмы еще есть. Вот, может быть, эксперты по аниме подскажут. Это очень клевый арт. Что за замена у Liquid? У них же играет Сумаил, но это не замена. Это уже как бы их основной игрок несколько месяцев, поэтому... Вы всех узнали? Класс, класс. Я, видимо... Я еще не готов, видите, ребят? Надо мне еще чуть больше, так сказать, прошариваться. Атака Титанов 2 слева снизу. Ага, это Атака Титанов, понял. Первый ряд. Ника Бейба, ДД. Да нет, это понятно. Я скорее про анимешки. Да че вы это... Тут же вопрос про анимешки. А, это Гамбит. Нун справа снизу, Демон Слэйр, да? Блич сверху четвертый, да? Раз, два, три, четыре. Ага. Ну там же я с оружием, у них вообще какие-то интересные взаимоотношения. Второй справа сверху, это Герой Щита. Ага. Понял. Так. Натсу из Фэритейл, розовые волосы. Это Фэритейл, да? Я Фэритейл не смотрел еще. Пацана из Покемонов, в смысле, я же сказал, что я же Кетчум, нет? Нун Хисока из Хантер Икс Хантер. Ага. Ага, ого. Ага, блин, это не Демон Слэйр. Я провтыкал, я думаю... Я просто справа смотрю, а не второго справа, короче. Вы поняли, да? Да, Клинок Рычкающий Демон, я знаю. Пчел, Пчел, Ван Пис, Блич. Пчел, Пчел, Фэритейл, Пчел. Че? Что такое Пчел? Что такое Пчел? Да, ну вот, в общем-то, в принципе, ребят, на сегодня и все. Как вам вообще подкаст рассказывать? У нас...